Я думаю, что если нет никаких вопросов, то мы тогда приступим уже к работе конференции. Коллеги, есть какие-то вопросы? Да, по поводу вопросов. Вопросы к докладчику вы можете задавать как в формате устного общения, то есть, собственно говоря, задавать вопрос в голосовом варианте. Также есть чат, который, кнопка, иконка внизу, можно вопросы задавать в чате. Я буду за этим следить. Спасибо вам большое. Есть вопросы? Ну тогда успехов нам, удачи и хорошего настроения. Так распорядились устроители, что мой доклад будет первым. Видно ли мою презентацию? Коллеги, видно ли презентацию? Хотя бы кинь. Спасибо. Да. Видно. К сожалению, я не могу ее увеличить, потому что кнопка F5 у меня отказывается работать в зуме, поэтому пока будем в таком формате. Сегодня речь пойдет в моем докладе о такой очень важном параметре обучения, как оценка. И оценка именно в рамках компетентностного подхода, потому что мы все работаем в рамках компетентностного подхода. Все стандарты уже написаны в рамках компетентностного подхода, то есть стандарт государственный, образовательный закладывает нам те компетенции, которые мы должны сформировать у наших студентов. Так случилось, что по своей научной деятельности и педагогической деятельности я являюсь разработчиком стандартов и одновременно много работаю с анализом тех компетенций, которые представлены в стандартах. И я хочу вам сказать, что этот анализ, он достаточно печальные результаты показывает. Эти результаты состоят прежде всего в том, что результативные характеристики, которые появляются в стандартах, они буквально всех форм и размеров. То есть это очень разнородные единицы, которые указываются как компетенции, результативные, то, что должен освоить студент в процессе иноязычной подготовки. Они разного объема по содержанию, они разного уровня психической реализации. Они могут быть сформулированы как на уровне каких-то языковых единиц, или как виды речевой деятельности, или вообще на уровне общения. В качестве примера мне бы хотелось вам показать, например, с коммуникативной компетенцией, как они сформулированы в стандарте у юристов. Я брала стандарт МГИМО именно потому, что МГИМО готовит международников, и, соответственно, там очень большая часть языковой подготовки, профессиональной языковой подготовки, и достаточно подробно описаны результативные характеристики. Но если мы посмотрим на то, в каких единицах это выражено, то выпускник должен и на уровне общения оперировать языком. Вот такая компетенция, как способность пользоваться иностранным языком, как средством делового общения. И одновременно указывается достаточно узкий уровень с позиции компетентностного подхода. Это такое, как владение профессиональной терминологией. Или, например, чисто в плане речевой деятельности ее типа, это владение юридически корректной письменной речи. То есть речь идет о том, что на уровне магистратуры у нас нет единого профиля и единого понимания того, что должен делать специалист на выходе. Это одна проблема. Другая проблема, которой мы занимались в процессе исследования, мы делали это исследование по юридическим специальностям. Но тут я хочу обратить ваше внимание на то, что мы анализировали стандарты и бакалавриата тоже, и получив совокупность вот этих профессиональных компетенций, которые были одобрены профессиональным сообществом юридическим, мы пытались найти, насколько, например, профессиональные кембриджеские экзамены отражают вот эту потребность работодателя в владении иностранным языком. Мы рассматривали, собственно говоря, оценочные процедуры, которые предлагал экзамен Айлок, который, к сожалению, сейчас не проводится, к нашему большому сожалению. Тем не менее, такие процедуры были разработаны. И мы обнаружили, что даже профессиональный экзамен не охватывает всех компетенций, которые требует профессиональное сообщество, а в каких-то частях своего тестирования их фокус смещается в основном на владении языковыми средствами. И, собственно говоря, это ставит перед нами следующую задачу. Если исследователи, педагоги, преподаватели иностранных языков стоят на позиции компетентностного подхода, то есть того, например, как понимает его часть педагогического сообщества, а именно разделяет понятие компетенций и компетентностей. Компетенции являются гораздо меньшими единицами по объему, чем, например, компетентность как результативная единица. Для того, чтобы это было понятно, мы говорим, что человек компетентен в чем-то. И когда мы так используем этот термин, следует абсолютно неизбежно, что мы говорим о личностном качестве человека. Потому что компетентность – это прежде всего качество, которое принадлежит самому человеку. Это общее, обобщенное, целостное, системное качество его личности. Потому что компетентность задействует в себе не только умения, навыки и знания, тогда бы мы не перешли в новую парадигму, а очень серьезные мотивационные, ценностно-смысловые аспекты и многие детали опыта, которые проходит человек во владении языком. Учебные умения и, собственно говоря, различные компетентностные модели это отражают. Итак, если мы исходим из позиции того, что мы должны в стандарте описать личностное качество как целостное, системное, интегративное, сложное и многокомпонентное, и именно это качество должно на выходе подлежать оценке, то тогда мы сталкиваемся с целым рядом проблем. Потому что, во-первых, как вот исследователи отмечают, что непонятно вообще, что такое компетентность и ее компонентный состав. Я покажу несколько моделей компетентностных. Во-вторых, не разработаны сами подходы и система оценочных средств, которые могли бы использоваться для того, чтобы оценивать владение иностранным языком как компетентность. И, соответственно, теоретически мы решаем сразу три задачи. Это мы описываем объект оценивания, что есть эта компетентность. Второе, мы должны определить, в чем состоят особенности интегративной оценки компетентности, потому что она не может ограничиться тестом. Третье, это какие, собственно, измерительные процедуры и оценочные шкалы должны для этого использоваться. Из известных, я очень быстро их пролистаю, моделей, с которыми можно работать, но, к сожалению, пока с ними не работали, которые представляют коммуникативную иноязычную компетентность как целостность, как единую целостность. Это известная модель Сефер, которая включает две большие группы компетенций. Это, например, модели Бахмана и Иванека, которые тоже пока, к сожалению, не были в работе для именно оценки. Но это не исключает, что они могут и использоваться. Просто-напросто важно понять саму технологию, как использовать компетентностную модель, как модель компетентной личности в иностранном языке для того, чтобы организовать интегративную оценку. Интегративная оценка также предоставляет некоторую сложность, потому что она тоже обладает характеристиками полноты и всеобъемлющего характера, а также системности. То есть она должна системно рассматривать человека как пользователя иностранным языком. В связи с тем, что время истекает, я скажу, что есть подход к тому, как это можно делать, собственно говоря, как представляется в блочной системе сам состав коммуникативной компетентности и примеры разработки коммуникативной компетентности, которые уже есть. Вот именно оценки и основы этой оценки я хочу привлечь ваше внимание к линейным профилям, которые приведены во втором томе общеевропейских компетенций, где за основу блоков уровневых принимаются различные виды речевой деятельности. То есть, с одной стороны, это достаточно традиционный подход, с другой стороны, в нем есть определенная инноватика в том, что вы получаете целостный профиль вашего выпускника. И второй, на мой взгляд, более продвинутый, это графический профиль. Я сейчас его покажу более крупно. И графические профили предлагают блоки, на основе которых вы оцениваете компетентность именно с точки зрения функционального подхода, ситуативно-функционального. То есть, с какими умениями, в каких ситуациях коммуникативными должен уметь справляться студент. Такие блоки обычно проходят верификацию с профессионалами в области, для которой вы создаете подобные профили. Я на этом пока закончу и буду рада вашим вопросам. На них осталось буквально две минутки. Спасибо вам большое за внимание. Продолжение следует... Будем очень рады слышать. Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, что меня слышно. F5 почему-то тоже не работает. Если, возможно, такой просмотр и всем видно, то мы тогда начнем доклад. Мы делим с Еленой Дмитриевной Селефоновой. Начну я, потом передам слово моей коллеге. Итак, мы хотим представить вашему вниманию исследование, посвященное изучению методики предметно-языкового интегрированного обучения КЛИЛу и ее применение в отечественной практике преподавания в высшей школе. Мы также предприняли попытку систематизировать имеющиеся международные образовательные ресурсы КЛИЛ. И надеемся, что представленная информация окажется полезной для всех интересующихся этой проблемой. Сегодня существуют разные точки зрения на определение сути КЛИЛ. КЛИЛ называют и подходом, и технологией, и обучающими методиками. В своей работе мы не ставили целью каким-то образом упорядочить или строго систематизировать эти термины, потому что это прерогатива методистов прежде всего. Мы же смотрим на КЛИЛ и в широком, и в узком смысле слова, и поэтому в работе у нас встречаются разные термины. Историю предметно-языкового ориентированного обучения КЛИЛ прослеживают вплоть до XIX века, хотя сам термин появился относительно недавно, в 1994 году. И примечательно, что изначально технология предметно-языкового ориентированного обучения КЛИЛ применялась в основном на уровне среднего образования. В первое время педагогическая общественность столкнулась с рядом трудностей, потому что преподаватель иностранного языка и преподаватель, например, математики, биологии, физики – это два разных человека. Два профессионала с различным набором профессиональных компетенций. Именно поэтому распространение методики КЛИЛ в первое время было недостаточно быстрым и повсеместным. На данный же момент существует целое научное сообщество КЛИЛ, задача которого заключается в обсуждении темы на разных площадках и в социальных сетях. Все заинтересованные в применении данной педагогической технологии могут воспользоваться рядом специализированных источников информации по вопросам предметно-языкового ориентированного обучения. Например, Европейский комитет по вопросам образования и культуры, научные журналы, например, КЛИЛ Journal of Innovation and Research, the International КЛИЛ Research Journal, the Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning, КЛИЛ Magazine, интернет-ресурс КЛИЛ Media и так далее. Разработки учебных материалов ведущих издательств English Language Teaching, Oxford University Press, Macmillan, Cambridge University Press, а также Кембриджский ресурсный центр, который тестирует знания кандидатов, необходимые для преподавания различных предметов на иностранном языке. Теперь наш деклар продолжит выступление Елены Дмитриевны Селефоновой. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, действительно, продолжая выступление Ларисы Ракали, мне хочу сказать, что на современном этапе развития образовательной системы педагогическая технология предметно-языкового ориентированного обучения КЛИЛ считается эффективным способом обучения иностранному языку. Обзор нескольких десятков посвященных КЛИЛ научных статей свидетельствует о значительном объединенном интересе к этой проблеме. Многочисленные публикации, отражающие применение КЛИЛ в российской литерской практике, преподавание за последние 5 лет, позволяет нам сделать некоторые выводы относительно уровня осмысленности проблемы, ее практической реализации. Так, основная масса публикаций обосновывает использование КЛИЛ в свете компетентностного подхода к образованию. Они дают историческую справку о возникновении этого феномена, рассматривают его определения, характеризуют сущность КЛИЛ с помощью системы 4C – Content, Communication, Coordination, Culture. Выделяют дидактические и методические принципы КЛИЛ, а также характеризуют понятия Hard КЛИЛ, Soft КЛИЛ, и описывают необходимые условиями педагогической реализации КЛИЛ. Но в последние 20 года наблюдается изменение характера публикации. Авторы обращаются к КЛИЛ как к междисциплинарному явлению системы высшего образования. Они описывают опыт применения КЛИЛ, исходя из практики конкретного вуза, анализируют использование этого подхода в процессе интернализации вуза, представляют его как необходимый элемент глобализации, а также рассуждают о своих успехах и проблемах, делятся планами занятий и формами внедрения КЛИЛ в среду отечественного образования. Другими словами, они пытаются осмыслить практический опыт применения КЛИЛ. В отечественной практике педагогическая технология предмета языкового ориентированного обучения КЛИЛ в системе среднего образования, как это было на западе, встречается крайне редко. Это можно объяснить особенности преподавания иностранного языка в средней школе и специфику учебного плана, а также, к сожалению, невысоким уровнем иноязычной коммуникативной компетенции учителей-предместников. В отличие от школы, представители отечественных вузов имеют возможность вводить в учебный план и реализовывать как отдельные учебные программы, так и целые бакалаврские и магистрские программы в районе диплома. Необходимо подчеркнуть, иностранный язык технологии КЛИЛ – это не самоцель, это средство освоения другой дисциплины. На уровне высшей школы больше специалистов узкого профиля с высоким уровнем владения иностранным языком, либо другой вариант – преподаватели иностранного языка, которые осваивают дополнительную специализацию научно-предметного или практического характера. Опыт применения технологии предметно-языкового ориентированного обучения КЛИЛ в Брямском государственном университете имени академика Ивана Георгиевича Петровского представлен на факультете истории и международных отношений, на котором уже около пяти лет данная технология применяется в процессе преподавания такой дисциплины, как «История европейской цивилизации» на иностранном языке. В разные годы данная дисциплина читалась на болгарском языке, на поиском языке, уже второй год она преподается на английском языке. Все занятия по педагогической технологии КЛИЛ соответствуют следующим характеристикам. Во-первых, в основе занятия лежит содержание изучаемого материала. Во-вторых, в ходе занятия внимание студента и преподавателя направлено на языковую составляющую и обязательно на содержание компонентов. В-третьих, соблюдается главенство лексической, составляющей изучаемого языка, а не грамматической, как происходит при традиционных формах преподавания иностранному языку. Беглость речи ценится выше ее грамматической точностью. Иностранный язык используется для решения учебных и коммуникативных задач. И, наконец, в процессе изучения предмета происходит интеграция языковых и других профессиональных компетенций. Периодическая технология предметно-языкового ориентированного обучения направлена на формирование иноязычной, коммуникативной и социокультурной компетенций студентов в большей школе. Например, в процессе изучения курса истории географической цивилизации студенты имеют возможность познакомиться с лексическими единицами, с национально-культурной семантикой. Мы считаем это реализацией лингвистогологического компонента. Студенты учатся адаптироваться к социокультурному, историко-культурному, этнокультурному фону, реализации культурологического компонента. На любом этапе применения педагогических приемов и методов, характерных для КЛИЛ, формируются такие составляющие социокультурной компетенции, как культуроведческая и социо-мунистическая наблюдательность, социокультурная непредвзятость, социокультурная восприятие. КЛИЛ-обучение происходит в форме, которая позволяет учитывать учебные задачи, профессионально направленность занятий, степень языковой подготовленности обучаемых. Общая характеристика подобного занятия, построенного на принципах предметно-языкового и ориентированного учения, может быть представлена следующим образом. Легационные и семинарские занятия проводятся в смешанной форме hard и soft, где целью легационного занятия является содержание изучаемого материала hard и плейл, а целью семинарского занятия – формирование языковой компетенции, soft клейл. Все занятия, проведенные по саналу и плейл, а по праву могут считаться тяжелыми, то есть они полностью ведутся на иностранном языке без прихода на родную язык. И полноценные, то есть все занятия от начала до конца ведутся на иностранном языке. Именно поэтому их также можно назвать модноформатами, мы можем утверждать, что занятия курса истории европейских цивилизаций на иностранном языке достаточно эффективными, поскольку главное внимание уделяется языковой составляющей изучаемого предмета, развитию коммуникативных навыков и развитию коммунитивных умений. Успешность занятий также предопределяется научным интересам преподавателя, и студентам курсу, и высоким качеством и преподавания, и восприятия материала. Таким образом, предводя итог и резюмируя наш опыт, мы хотим сказать, что эффективное формирование коммуникативной и социокультурной компетенции посредством технологии КВИЛ видится нам возможным, причастным предварительным анализом каждого занятия, с точки зрения поставленных учебных целей, задач и уровня формированной коммуникативной компетенции студентов. Большое спасибо и просим прощения на небольшие технические проблемы. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Скажите, а видите ли вы какие-то возрастные преференции во внедрении курсов КЛИН? То есть для какого возраста это наиболее эффективно? Если мы говорим про старшую школу, то здесь нет никакой разницы студенты первого, второго, третьего или старших курсов или магистратуры. Единственное, что в этом случае для младшекурсников следует применять больше софт КЛИН, когда многие понятия трактуются, возможно, иногда с переходом на байлингл КЛИН, то есть двуязычная система. Для взрослых вообще нет ограничений. Если мы говорим про среднюю школу, опыт нашего города показывает, что в ряде языковых в гимназии КЛИУ используют в преподавании математической истории в средней и старшей школе. То есть в средней и старшей школе. А селекция предметов, например, каким предметам КЛИУ больше подходит, каким меньше, потому что понятно, что предметы создают понятийную базу у ребенка или у студента. Какие-то из них более культурно зависимые, какие-то менее. Конечно, спасибо за вопрос. Изначально КЛИУ позиционировалась как система для преподавания технологии, для преподавания точных наук, преимущественно, физики, химии, математики. Если мы говорим про наш опыт, то на данный момент, и это, конечно, связано с качеством коммуникативной компетенции преподавателей, мы, лично я, работаю на гуманитарном факультете, и поэтому вот в рамках данного курса «История европейских цивилизаций» очень легко на самом деле уделять внимание развитию социокультурной компетенции в силу материала. Мы изучаем историю, страны, культуру, взаимодействие, связи. Что касается формирования коммуникативного аппарата, то все зависит от преподавателя. Если преподаватель-предметник точных наук состоял вести эту дисциплину, тогда, я думаю, он сможет легко сформировать коммуникативный аппарат. Все зависит от уровня преподавателя, в первую очередь. Спасибо, спасибо большое за ответ. Есть ли еще вопросы, коллеги? Если можно, я задам вопрос. Да, конечно. Да, конечно. Насколько я поняла, лекция, проведенная на языке и дальше семинар – это и есть занятие КВИЛ. Я правильно понимаю? Допустим, у нас в УЗИ уже очень давно практикуется там та же самая история Германии на языке. Студенты слушают, да, дальше они это обсуждают. Есть ли это занятие КВИЛ? Или все-таки, может быть, я не уловила какие-то особенности? В чем тогда различие? Может, здесь стоит сказать о разнице между English for specific purposes и КВИЛ? Да, то есть для кого преподается этот предмет на языке? Если студенты языковых вузов, то это ESP – English for specific purposes. А если это студенты не профильники, не языковые дисциплины читаются на языке, тогда скорее это уже как раз-таки КВИЛ. Вот Елена Дмитриевна, может быть, еще что-то добавит? Спасибо. Да, действительно, в нашем УЗИ тоже есть ряд дисциплин на факультете иностранных языков, которые преподаются на иностранном языке, лекции и семинары, это предметы филологического цикла, переводчики, но также наши переводчики изучают и историю страноведения на языке, это тоже преподается на английском языке. Но говоря о не совсем языковом факультете, потому что это факультет истории международных отношений, все не сводится просто к прочтению лекции на иностранном языке, на английском, и потом воспроизведению в формате доклада. Все-таки технология КВИЛ направлена на формирование политического мышления. И для этого разработана целая система упражнений, целая система заданий, например, задания, которые позволяют проводить исследования. Изучая, предположим, историю Англии, я предлагаю им сравнительно сопоставительный анализ результатов правления двух династий, допустим, Юрки Ланкасовой. И в этой ситуации бессмысленно просто пересказать материал. Необходимо провести анализ, сделать вывод, оформить желательно при помощи презентации, это зависит, наверное, от студента, и представить его на общий суд в группе в данной ситуации. Кроме того, мы в процессе преподавания, собственно, проведения лекций, я стараюсь свои лекции сделать интерактивными, не в смысле техническими, а в том плане, что привлекаются. Наши студенты обладают достаточно глубокими знаниями в области истории, знания, сформированные на русском языке, но мы привлекаем все возможные знания и вынуждаем их приходить к выводам уже на лекции. То есть, таким образом, это такие активити, есть так, recognize, recall, да, мы иногда, я прошу их классифицировать что-то, сравнить. Опять-таки, используются активити типа classify, compare, define, describe, give examples. Ну, на самом деле, надо сказать, что мы совершаем, понятно, первые шаги, хотя в дисциплину преподавали второй год, но с каждым разом появляется больше разработанных планов, и они совершенствуются с учетом знаний студентов, с учетом их иноязычной коммуникативной компетенции, насколько они глубоко знают, потому что это каждый раз индивидуально. Спасибо, Елена Дмитриевна. Мы будем ждать вашего дальнейшего отчета об опыте внедрения. Обязательно. Очень интересно. Спасибо вам большое. Мы должны уже переходить к следующему докладу. Этот доклад Анны Андреевой Тароповой, это наша коллега из МГИМО, и доклад будет очень антропологическим по своей сути, потому что он будет говорить, собственно говоря, о основных каналах восприятия и при научении и, соответственно, то, как мы можем это использовать в педагогических целях. Пожалуйста, Анна Андреевна. Спасибо большое. Я пытаюсь сейчас... Почему-то не могу включить демонстрацию экрана. Вы могли бы выключить свою презентацию, чтобы я могла включить свою, пожалуйста. Спасибо. 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 Сейчас буквально одну секунду включится слайд. Спасибо большое за представление моего доклада. Мой доклад посвящен четырем каналам рецепции информации. Это визуализация, аудиализация, кинестезия и дискретизация. В современном мире высоких технологий и высоких скоростей передачи информации необходимо учитывать особенности и возможности восприятия объема, качества и скорости передачи той или иной информации обучающимся. В преподавании языка, где наличствует целая палитра различных аспектов, данный вопрос приобретает дополнительное, крайне актуальное значение. В потоке информации рецепиент должен уметь вычленить главное, распознать основные характеристики описываемого явления и как-то это категоризировать, что приобретает дополнительное актуальное значение сегодня, когда мы имеем дело с различными технологическими новациями и работаем все время в каком-то гаджете. Кроме того, обучаемый должен обладать основными навыками восприятия, запоминания, переосмысления, транслируемой информации. В данной связи представляется важным принимать фокус внимания четыре основных типа каналов трансляции и восприятия информации. Визуализация, аудиализация, кинестезия и дискретизация. Наиболее известным и применяемым методом в процессе преподавания иностранного языка является визуализация и аудиализация. В данном исследовании мы постараемся рассмотреть опыт применения всех четырех типов каналов, а также чуть позже скажем и о наличии пятых, но сохраню небольшую интригу. Современные программы обучения иностранным языкам учитывают последние достижения открытия в лингвистике, выражающиеся прежде всего в инновационном подходе к процессу передачи информации. В мире высоких технологий, когда удержать информацию в памяти представляется достаточно трудоемким процессом, поскольку ее поиск и получение не составляет никакого труда, однако необходимо фиксировать и запоминать большой объем требуемых дисциплин и параметров. В последнее время все чаще инновации являются продуктом взаимодействия сразу нескольких областей науки, в частности педагогики, психологии и даже биологии. И все большее внимание методистов, ученых и педагогов в последнее время привлекает понятие модальности восприятия, предполагающее задействование одного из четырех превалирующих каналов рецепции информации. Иными словами, для повышения эффективности процесса передачи информации от обучающего обучаемому, первому важно знать, каким образом студенты воспринимают информацию, и адаптировать структуру занятия с учетом этих знаний. Рассмотрим подробнее каждый канал восприятия информации. Одной из самых известных классификаций по типу восприятия информации является модель Фредерика Вестера, немецкого биохимика и эколога. В 1975 году в одной из своих книг Вестер описал четыре типа или метода обучения в зависимости от канала восприятия информации. Так, визуал – это человек, воспринимающий большую часть информации, с помощью зрения. Аудиал – это тот, кто получает основную информацию посредством слуха. В киноэстете воспринимают информацию через обоняние, осязание и при помощи движений. А дискрет – это человек, у которого восприятие информации происходит через логическое осмысление, с помощью цифр, различных знаков и схем. Эта категория людей встречается реже всего, а детям, в том числе и школьникам, обычно в оси не свойственна. Прошу прощения, у меня… Так, идем дальше. Аудиалы познают окружающий мир посредством звуков, поэтому у таких людей хорошо… Прошу прощения, я перескочила слайд. Визуал – это че… Визуал при восприятии информации больше полагается на зрительные ощущения. Он быстро запоминает цвет, форму, размер. В детстве визуалы любят рисовать, лепить и так далее. И занятия и игр включают в себя взаимодействие глаз и рук. Аудиалы познают окружающий мир посредством звуков, поэтому у таких людей хорошо развита устная речь, и они обычно имеют большой словарный запас. Любят слушать музыку, аудиокниги, говорить, обсуждать и так далее. Я буду очень кратко описывать каждый тип канала, чтобы успеть сказать, каким образом можно выстроить занятия, учитывая каждый канал рецепта. Подробно вы можете прочесть на слайде. Кинестетик, или по-другому этот канал называется тактильный, кинестетик познает мир с помощью прикосновений и движений. У него хорошо развита моторика, он много двигается, обычно рано начинает ходить в детстве. При работе с кинестетиком стоит учитывать сложность концентрации внимания данного типа личности. Словарь кинестетика в основном состоит из слов, описывающих чувства или ощущения. Вы это можете также увидеть на слайде. И всего несколько лет назад, десятков лет назад, ученые пришли к выводу, что существует и четвертая группа людей со своим своеобразным восприятием окружающего мира. Это дискрет. У дискретов восприятие информации происходит в основном через логическое осмысление, с помощью цифр. Дискрет ищут логику во всех проявлениях внешнего мира, строят цепочки, рисуют схемы и так далее. Если среднестатистический человек способен развить у себя все основные чувства восприятия и попарно их переключать, то дискретам это, к сожалению, совсем не дано. На следующих двух слайдах вы можете также ознакомиться с основной информацией о каждой типе рецепции информации, типы канала и рецепции информации. И отметим, что особенности работы головного мозга описывают многие ученые, в том числе интересные работы мирмеколога Резниковой, которая долгие годы изучает поведение муравьев и ставит вопросы о возможности аналитического мышления в условиях проведения большого количества вычислительных операций в мозге муравьев и способности к быстрой оценке текущей ситуации. Я подхожу к тому, что переключение с одного канала рецепции информации на другой в мозге человека происходит достаточно быстро. Продолжаем мысль мирмеколога Резниковой. Если провести сравнение с работой мозга человека, то очевидным является предположение о его возможности аккумулировать большой объем информации, переключаться с одного канала восприятия на другой. Как я уже сказала, об этом говорит известный доктор биологических и филологических наук, профессор из ПБГУ Татьянова Владимировна Черниговская. Кроме того, существует предположение о спектральности человеческого восприятия. Аргументом в пользу такого предположения может случиться известный в нейрофизиологии феномен синестезии. Отмечу, что я являюсь преподавателем греческого языка и все вот эти приводимые термины, они, конечно, многие происходят из греческого. Кинестезия – это связь с движением, синестезия – это подключение сразу нескольких чувств. Синестезия – это феномен восприятия, при котором в результате особенностей в работе мозга разные сигналы и чувства смешиваются и дополняют друг друга или сливаются в единое ощущение. Вот на данном слайде вы можете видеть пример синестезии, когда разные явления природы или даже чувства в мозге синестетика описаны разными цветами, звуками и так далее. Синестетик, как раз раскрываю интригу, и есть никто иной, как пятый тип, ничто иное, как пятый тип восприятия, канала восприятия информации. На данном слайде вы можете видеть пример рецепции информации посредством канала синестезии. То есть, когда каждой букве, допустим, присваивается какой-то цвет или создаются очень оригинальные названия, например, «малиновая суббота», с чем это может ассоциироваться. Или вот здесь приведен такой маленький рисунок «can you hear the colors?» То есть, можете ли вы слышать цвета. И предлагаю уважаемой аудитории такое упражнение. Оно есть не что иное, как сразу обобщающее для всех пяти типов каналов восприятия информации. И приведена картинка, где нужно назвать цвет. То есть, написано «белый», нужно сказать «зеленый» и так далее. Вот прошу, если у вас есть желание, попробовать это сделать, и это окажется совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ну, также примерами синестетического восприятия окружающего мира являются данные картинки. Например, я вижу звук фа-мажор, и он желтый. Или известная, небезызвестная песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». И на последнем слайде хочу сказать о том, каким образом можно сформировать активность, учитывая каждый тип канала рецепции информации. Скажем, для кинестетиков можно придумать словарный опрос посредством подачи небольшого мячика, где каждая подача сопровождается вопросом о приеме ответа. Ну, это таким образом можно опрашивать, устраивать словарный диктант или понятийный какой-то диктант с просьбой объяснить какое-то понятие того или иного аспекта на языке. Для визуалов, например, можно предложить объяснение нового материала посредством красочной презентации и демонстрации. Также для кинестетиков предлагается объяснение нового материала посредством представления демонстрационных материалов с возможностью их передачи аудитории для тактильного ознакомления. Ну, например, можно принести примеры фруктов, примеры овощей. Да, сейчас это совсем несложно купить. И можно сформировать такой целый архив таких предметов в зависимости от темы, с которой знакомим студент. Сюда же относится артикуляционная гимнастика, построение занятий в виде теле- и радиопередач, выпуска новостей и так далее. Не буду все перечислять, это видно на слайде. Акцент на дискретах может быть выражен в качестве демонстрации нового материала в виде схем, ребусов, загадок, задач. Предложение систематизировать демонстрируемый материал, просчитать варианты решения той или иной проблемы и так далее. Прошу прощения. Для аудиалов, ну, помимо известных всем аудирований, можно предложить прослушивание песен, лекций. И вот сейчас, например, безызвестный ресурс ТЭЦ, записи эфира, проговаривание новой лексики путем составления небольших заметок, проведение диктантов, изложений и так далее. Для синестетиков можно предложить придумать оригинальный слоган, какую-то подводку к объяснению понятия и так далее. Можно выстроить это в качестве схемы, таблицы. Очень хорошо сюда можно отнести, например, подачу грамматического материала в качестве таблицы, попросить это сделать синестетиков. Буквально последнее предложение моего доклада заключается в том, что оптимально, конечно, пробовать разные, работу с разными каналами рецепции информации, для того, чтобы подключать у тех или иных людей дополнительные каналы и таким образом выстраивать гармоничное занятие. Спасибо большое за внимание. Спасибо, спасибо за доклад. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Эта тема обычно вызывает очень много вопросов и комментариев. Пожалуйста, у кого есть вопросы. У меня есть вопросы, можно задать? Да, конечно. Спасибо вам большое за доклад. Нет, хотела уточнить ваше мнение по поводу, вы сказали, что есть различные способы подачи информации разным типам личностей, а вот в условиях онлайн-формата, ведь это же намного сложнее подавать информацию в разном виде, вот этим разным типам личности. Как бы вы сейчас решили эту проблему? Вы знаете, во-первых, большое спасибо вам за ваш вопрос. Отвечу так. Я провела такое свое, ну, скажем, негласное просто исследование-наблюдение, поскольку мы достаточно долго находились в дистанции с нашими студентами, и студенты разделились на две категории. Те, которые жутко устали от этого и хотели быстрее вернуться в реальную аудиторию, и те, которым все нравилось, они начали лучше учиться, они, если там могли какие-то пары пропустить, они стали присутствовать на всех занятиях, выполнять задания и так далее. То есть явно совершенно дистанционное обучение пошло им на пользу, и здесь совершенно четко, проводя как раз связь с каналами рецепции информации, я могу сказать, что очень легко дистанционное обучение давалось как раз-таки визуалом и аудиалом и крайне тяжело кинестетиком и, ну, дискретом, пожалуй, нейтральную они позицию занимают, потому что, в принципе, они такие интроверты, да, то есть им хорошо, в принципе, всегда и везде, потому что у них такое свое видение мира. А тем людям, которые не могут потрогать, не могут ощутить, подвигаться там со своими одногруппниками, им это очень сложно. Я отвечу, наверное, так на ваш вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Я сделаю только одну ремарку, которая очень важна в педагогическом аспекте, что человек всю жизнь не пребывает в одном все-таки сенсорном предпочтении, происходит возрастная смена необходимых для человека сенсорных каналов, и, например, некоторые проблемы в научении связаны с тем, что ребенок не успевает переключиться, допустим, на слуховой канал со зрительного и так далее. Поэтому тут есть определенная динамика. Спасибо вам большое за доклад, и мы продолжим обсуждение мультисенсорных вопросов восприятия на занятиях по иностранному языку, которые в своем докладе представят Олеся Мироновна Куницына и Анна Германовна Мартынова из Московского государственного лингвистического университета. Уважаемые коллеги, так, Анна Германовна, подключаете, да? Получается? Сейчас мы подключим презентацию, одну секунду. Один слайд назад. Назад-назад. Все, спасибо. Итак, тема нашего доклада поликодовый текст как элемент современного урока иностранного языка. Сегодня особенно актуально построение урока с использованием мультимедия. И нам недостаточно уже просто ориентироваться только в своем предмете, но необходимо быть в курсе новых технологий, исследований и постоянно перестраиваться. Мы замечаем, что современный студент предпочитает интерактивное обучение в атмосфере сотрудничества. Это требует изменения в формах и методах преподавания. Так мы с моей коллегой Анной Германовной часто обсуждаем вопрос эффективного построения урока и решили провести исследование в виде опроса анкетирования студентов нашего вуза. Мы хотели получить от них обратную связь. Мы хотели разобраться, какие материалы помогают им лучше усваивать материал, что облегчает понимание содержания текста и что помогает удерживать внимание. Дальше моя коллега представит результаты нашего исследования, но сначала мне хотелось бы остановиться на некоторых теоретических моментах, на которые мы опирались. Итак, в рамках компетентно-деятельностного подхода основной целью обучения является развитие коммуникативной компетенции. Мы стремимся научить студентов применять свои знания в реальной жизни и коммуницировать в реальных ситуациях общения. Сегодня активно используются такие элементы урока иностранного языка, как мультимедийная анимационная презентация, веб-квесты, метод кейс-стадии, метод симуляции естественных речевых ситуаций, деловая игра, дебаты, составление ментальных карт, метод фликт-классрум. Но многие уже существуют давно, некоторые появились сравнительно недавно, но в любом случае для реализации большинства этих методов необходимо использование поликодового текста. Поликодовый текст мы рассматриваем как дидактическое средство интенсификации учебного процесса. Здесь на слайде мы выложили то определение, на которое мы опирались, я думаю, это термин всем знаком, уже под учебными поликодовыми текстами мы понимаем блокады, схемы, фотографии, карточки, картинки и так далее. И особой категории мы выделяем динамические поликодовые тексты, они представляют наибольший интерес на самом деле, это видеоролики, видеокасты, подкасты, презентации. И при работе с поликодовым текстом предполагается прохождение следующих этапов. Первый это подготовительный этап, первичное понимание содержания видеоролика, дальше этап автоматизации речевого материала, запоминание информации, и этап адаптации речевого материала, это уже свободное говорение. Необходимо соблюдать следующие правила, мы тоже выводим их здесь на слайд, при работе с поликодовым текстом, текст обязательно должен тематически подходить к основному материалу урока, изображение должно быть однозначным и не иметь второго предметного фона или кадров каких-то, которые будут отвлекать студентов и переключать их на родную речь, либо вызывать какие-то дополнительные эмоции, шутки и так далее. Преподаватель должен провести подготовительное упражнение, дальше разобрать материал просмотренного ролика, если это видео, и оценить работу учащихся. В такой ситуации преподаватель должен уметь построить отношения сотрудничества и совместной творческой деятельности. Также мы опираемся на тот факт, что поликодовые тексты реализуют принцип наглядности. Этот принцип широко исследован уже и представлен в работах, многих работах исследователей по педагогической психологии. И там доказывается, что информация воспринимается в большем объеме и лучше, если она передается и воспринимается через различные каналы. Мы сейчас это с вами слушали как раз, и в общем-то здесь продолжение этой темы. Также, я думаю, все мы замечаем, как меняется стиль чтения студентов. Они перескакивают с текста на текст, они не могут долго задерживать уже внимание, так как они привыкли работать, не работать, привыкли в принципе жить и общаться через различные группы и другие средства связи. И они бегло просматривают текст, не останавливают свое внимание. Здесь поликодовый текст и наличие визуальной составляющей, конечно, должно положительно сказаться на концентрации студентов на предмете и на самом тексте. Дальше мы придерживаемся точки зрения, что поликодовый текст является мотивирующим элементом. И, как известно, высокая позитивная мотивация и эмоциональная включенность может даже в некоторой степени компенсировать недостаточно высокий уровень способностей. Поэтому эмоциональная включенность в процесс урока способна раскрыть резервы личности, памяти и творческого мышления. И в такой ситуации учащийся может получить уверенность в своих силах, веру в свои способности, и, соответственно, таким образом наш урок будет более эффективным. Для подтверждения предположения об эффективности использования поликодовых текстов мы провели опрос анкетирования. Дальше результаты уже представит моя коллега Анна Германовна. Я передаю ей слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, продолжаю. На данном слайде вы видите анкету, которая была предложена нашим студентам. В вопросе приняли участие 60 учащихся различных курсов. При помощи данного вопроса мы пытались выяснить, как студенты сами оценивают степень влияния использования различных поликодовых текстов, как на уроке, так и при самостоятельном обучении или подготовке к занятиям. На понимании изучаемой информации, интерес к ней, свою концентрацию и мотивацию при работе на уроке, а также, что именно вызывает определенные трудности. На данном слайде мы видим график, составленный по результатам ответов студентов на вопрос о степени понимания незнакомого текста на немецком языке. Анализ ответов студентов говорит о том, что наибольшая трудность для понимания иноязычного текста представляет аудиотекст. Здесь видно 72 процентов, ну здесь проценты не видны, но цвета выделяют наибольшее количество или меньшее. 72 процента опрошенных выбрали ответ понимая с трудом либо понимая, но не очень хорошо. В качестве основных усложняющих факторов, влияющих на понимание аудио- видеоматериалов, 56 процентов студентов выбрали скорость встречи, 76 продолжительность подкаста. Это подтверждает нашу мысль о том, что наибольшую эффективность представляют не любые поликодовые тексты, а тщательно подобранные и соответствующие уровню знания обучающиеся. Здесь же на этом графике отчетливо видно, что как визуальный компонент поликодового текста облегчает понимание содержания текста. Сравним печатный текст и печатный текст используем изображение. На графике отображено, что наличие визуального компонента облегчает понимание. Такой же эффект наблюдается, если сравнить аудио- видео тексты. Студенты испытывают меньше трудностей при понимании содержания текста с видеорядом или с визуальной поддержкой. На этом графике мы видим результаты ответа на вопрос об интересе к тексту, в зависимости от того, в каком виде он представлен. Здесь ответ довольно любопытный. 43% репродентов выбрали видеотексты, 33% аудио. Интерес, конечно, к стандартному печатному тексту остается как бы прежде высоким. На графике четко видно, как растет столбец. Очень интересно, на позиции видеотекст он достигает максимальных значений, намного выше других вариантов текста. Наибольшее количество студентов предпочитает тексты с параллельной визуализации, это 76% окрошенных. Это подтверждает наше предположение о необходимости использования поликодовых текстов при обучении иностранному языку для повышения имени интереса и мотивации. Зная насколько сложно удерживать внимание современных студентов, особенно например нашего юридического факультета, нам было интересно узнать их мнение о степени влияния иллюстрации аудио-видеоматериалов на концентрацию, где единица означает никак не влияет и цифра 5 отвлекает. Результаты мы видим как раз на этом графике большинство опрошенных, а именно 82% выиграли положительно влиять, что подтверждает целесообразность использования таких текстов в уроке. На следующем графике видно, что именно вызывает трудностью при работе с аудио-видеоматериалом и это в порядке бывания продолжительность, скорость речи, произношение и содержание. Таким образом стоит уделять большое значение подбору просматриваемые уроки видеоряда. Скажу из опыта, что оптимальным для расприятия является видео продолжительностью до 3 минут. Следующий график демонстрирует нам, какими видами текстов студенты пользуются при подготовке домашнего задания. Большинство прошлых постоянно либо часто используют печатные тексты, что, конечно, понятно. Видео используют часто либо постоянно, к сожалению, всего лишь 20%, одна пятая, а аудио еще меньше, 11%. Это, на наш взгляд, слишком мало, поскольку мы обучаем, конечно, студентов не только умение понимать печатные тексты, но и умение общаться на иностранном языке, а для этого необходимо постоянно тренировать навык восприятие на вслух. Последний график демонстрирует нам, что от 80-88% потрошенных, то есть большинство, опять же, согласились в желтой столбце с утверждением, что использование поясняющих иллюстраций, аудио-видеонатериалов на уроке способствует запоминанию пройденного материала на более длительный срок, помогает улучшить произношение, обогащать славный запас, дает представление о реалиях страны изучаемого языка, помогает разобраться в сложных понятиях, помогает структурировать знания по теме и мотивирует продолжение изучения языка. Таким образом, все вышесказанное позволяет целесообразно использовать больше динамических поликодовых текстов как элемент занятий по иностранному языку, чтобы интенсифицировать учебный процесс и повысить эффективность обучения. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Коллеги, есть ли вопросы? Такой интересный разворот к мультисенсорности и к тому, как это может быть использовано в настоящее время? Может быть, у кого-то вопросы есть, кто-то хочет обсудить или комментарии. Спасибо. Тогда давайте поговорим дальше в том же самом ключе о человеке, о том, как он учится, о тех индивидуальных стратегиях, которые он использует при изучении иностранного языка. И слово предоставляется Анне Петровне Авраменко и Ольге Юрьевне Матвеевой, представители МГУ имени Ломоносова. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за прекрасные доклады, которые были до этого. И в рамках нашего научного семинара мы как раз занимаемся различными аспектами индивидуальной траектории обучения, и поэтому было крайне интересно послушать о проведенных исследованиях в плоскости характеристик учащихся и стиле обучения и так далее. Мы сегодня предлагаем больше сосредоточиться именно в этом нашем докладе на междисциплинарном компоненте, поскольку моя коллега Ольга Юрьевна преподает французский язык, и, как известно, в группах французского языка обычно людей не так много с французским языком, и большая у нас бывает путаница и перемешанные представители разных профессий, разных специальностей там будущих, и, следовательно, этот компонент нам необходимо также учитывать при построении индивидуальной траектории обучения. Ну, начну я, наверное, с небольшого плана, по которому мы будем говорить, следовательно, я сама немножко скажу о цифровизации образования, чего уже сегодня мы касались, и постараюсь вкратце описать наше понимание теоретических обоснований на построении индивидуальной траектории. А Ольга Юрьевна уже расскажет непосредственно про дидактические потенциал приложений дополненной реальности для реализации этой индивидуальной траектории, и далее прористрирует это все дело с конкретными форматами и примерами заданий для развития коммуникативных стратегий, на которых мы отдельно сегодня останавливаться не будем, потому что уже в начале секции был доклад, посвященный вопросам, скажем так, понимания коммуникативной компетенции стратегии на сегодня, на сегодняшний день, и дальше я видела в программе тоже будет доклад, посвященный новому пониманию CFR, поэтому мы не будем останавливаться на этом, а будем именно говорить о индивидуальной траектории, о дополненной реальности для ее реализации. Что касается цифровизации образования в целом, то я сама занимаюсь технологиями в образовании уже 10 лет, даже чуть больше, и следовательно 10 лет было к моменту начала пандемии, скажем так, и поэтому в целом я подготовилась, в свое время защитила диссертацию по мобильному обучению, но сама совершенно не являюсь оптимистом в плане использования технологий. Как раз примерно перед началом удаленного обучения в прошлом году я провела в своем блоге опрос среди преподавателей, среди коллег про ассоциации с поколением Z, соответственно, поколением, с которым мы работаем в школе и в университете на сегодняшний день. Я была приятно порадована тем, что все-таки, как вы видите, из облачка слов, которые представлены на слайде, мышление звучало чаще, чем гаджеты, телефон и так далее. Но, тем не менее, мы не можем не отметить то, что для мотивации и до пандемии нам было необходимо использовать различные технологии как средство повысить вот эту самую внешнюю мотивацию. Но каждый раз, когда я в том или ином виде на слайде добавляю понятие клипового мышления, которое характерно для поколения Z, ну и, в принципе, для всех для нас его черты уже теперь характерны, меня всегда забавляет то, что автокоррекция изменяет клиповое мышление на липовое мышление. Но, опять же, в рамках нашего семинара мы стараемся проанализировать различные методы интеграции технологий в преподавании и, соответственно, попытаться найти какие же все-таки преимущества нам они дают. Так, например, можно делать вывод о том, что, по крайней мере, судя по нашему опыту, о том, что интерактивная система опросов, тестов, они наиболее полезны для усвоения языкового материала, для слабых студентов, отстающих, они действительно дают им достаточно сильно продвинуться. Что касается метода перевернутого класса, например, упомянутого, то здесь, наоборот, опять же, как показывает практика, и буквально в марте проводила новый для себя курс по русской культуре на английском языке для школьников от университета он проводился. И, опять же, лишний раз убедилась в том, что метод перевернутого класса в основном интересует достаточно прилежных учеников, потому что остальные все, ну, скажем так, с трудом пока воспринимают идею того, что надо что-то изучить до самого занятия, ну и так далее. Но концептуально можно сказать, что, тем не менее, занимаясь 10 лет технологиями и вместе со всеми пройдя через опыт удаленного обучения, я по-прежнему остаюсь неким таким пессимистом по использованию технологий, считаю, что без них было бы лучше, и всегда добавляю в свои презентации слайд о том, что наша задача с технологиями сделать так, чтобы тот, кто нам мешает, стал нам помогать. Но, тем не менее, в одном аспекте, скажем так, я для себя решила, что все-таки технологии могут быть, могут помогать нам не просто замещать какие-то традиционные методы, как это было во время удаленного обучения, но, скажем так, трансформировать учебный процесс, а именно это в аспекте индивидуализации. И поскольку в целом индивидуализация является достаточно таким, ну, большой тенденцией в образовательном пространстве, и много об этом сказано в стандартах, то хотелось бы посмотреть на этот вопрос более подробно. И очевидно то, что наша задача, если мы говорим про индивидуализацию в группе, как бы перейти вот тут первое изображение на слайде, где, в общем, все выглядят примерно одинаково для нас, ко второму изображению с учетом различных характеристик учащихся, когнитивных, фоновых знаний, если мы говорим про иностранный язык, их цели обучения, их характеристики, стили обучения, междисциплинарного аспекта и многого другого, дать им раскрыться, как личностям, раскрыть свой потенциал, учебный в том числе. И на сегодняшний день можно говорить о трех основных базовых подходах к формированию индивидуальной траектории обучения. Я предлагаю более подробно остановиться на каждом из этих подходов, чтобы понять, ну, скажем так, на каком этапе сейчас мы находимся и к чему мы можем стремиться. Итак, если мы говорим про первую такую ступеньку построения индивидуальной траектории, то, скорее всего, мы за качество подхода возьмем индивидуализацию, где цель у всех учащихся в группе одна, и материалы мы адаптируем в соответствии с характеристиками учащихся, что было проиллюстрировано в предыдущих докладах. Роль учителя, естественно, здесь остается абсолютно ведущей, и обычно все происходит в рамках формального так называемого formal education, если мы говорим про систему непрерывного образования в системе школы в УК. Следующий этап построения индивидуальной траектории обучения это персонализация, это второй подход и как бы вторая ступенька, где цель по-прежнему остается общей, но материалы мы уже можем подбирать в соответствии, не просто адаптировать какие-то материалы базового УМК посредством новых форматов заданий, но подбирать какие-то материалы в соответствии с характеристиками и интересами учащихся, в том числе учитывая их мотивацию. Так, например, буквально вчера тоже с одной из участниц семинара мы представляли доклад в МГПУ касательно того, как можно за счет формата задания мобильный квест предложить различные тексты по одной и той же теме в дополнение к базовому УМК для того, чтобы дать, скажем так, разный input каждому из участников и дальше вывести их на более плодотворную дискуссию по тем темам, которые им ближе. Ну, так, например, в качестве примера мы проводили тему технологий, где в рамках занятия предложили студентам четыре текста на выбор, кому-то по роботам, кому-то по искусственному интеллекту, кому-то связанную с ковидом и так далее. Каждый из текстов был адаптирован двумя разными способами на уровень B2 и C1 соответственно аудитории и, поработав каждый со своим текстом, учащиеся вышли на гораздо более заинтересованными, на задание контрольное, а именно на дебаты. Таким образом, получается, на уровне персонализации мы уже работаем не только с материалами, которые унифицированы программно для всех, но подбираем какие-то новые материалы. Но, тем не менее, учитель оставляет за собой главенствующую роль и иногда этот подход может использоваться и в рамках формального образования, но больше он касается так называемого неформального образования, non-formal education, и в том числе в рамках дополнительных программ, и в том числе в рамках индивидуальной работы, индивидуальных занятий. Ну и, наверное, тот подход, к которому постепенно стремимся, это персонификация, третья ступень построения индивидуальной траектории обучения, которая позволяет нам вывести наших будущих выпускников, будь то школ или вузов, больше вузов, конечно, на обучение через всю жизнь, на непрерывное образование, на lifelong learning, где уже у каждого своя есть индивидуальная цель, а материалы подбираются учащимися самими, и, соответственно, их роль становится ведущей. На сегодняшний день в основном персонификация используется в системе так называемого informal education, информального, если калькой перевести обучение, образование, когда каждый член общества как субъект познания в сети, в интернете, в социальных сетях находит какую-то для себя полезную информацию и таким образом занимается самостоятельным развитием и самообразованием, в том числе с помощью мобильных приложений. Ну и, наверное, чем больше мы этот подход будем использовать в рамках вуза, вузовского образования, тем лучше мы сможем развить профессиональные так называемые soft skills для будущего развития специалиста. В том числе в некоторых вузах на сегодняшний день есть возможность вариативного использования MOOCs, открытых курсов онлайн и включения в зачетные единицы для того, чтобы специалисты были более уникальны, которые выпускаются по той или иной специальности. Но, возвращаясь к не в целом системе образования именно преподавания иностранных языков, я, наверное, постепенно буду передавать слово Ольге Юрьевне, потому что, что касается в завершение сказать, хотела только еще, что в Московском университете сейчас много деятельности происходит посредством междисциплинарных школ, которые были запущены в прошлом году ректором в рамках программы развития до 30-го года, и вот как раз именно индивидуальная траектория является с точки зрения не научной, а учебной, там одним из целей. Именно поэтому междисциплинарные магистрские программы запускаются, и также ищутся различные способы, как усилить междисциплинарный аспект на уровне бакалавриата и на уровне дополнительного образования. Если кому-то будет интересно, то могу поделиться ссылочкой на курс повышения квалификации для тьютеров, который мы сейчас буквально на днях запускаем, там у нас отдельный модуль посвящен индивидуальной траектории образования, если кто-то заинтересуется, то напишите в чат. Ольга Юрьевна, примите слово. Анна Петровна, вы можете тогда завершить вашу демонстрацию? Я у себя открою. Коллеги, здравствуйте. Прежде чем говорить о том, какова возможность дополненной реальности, технологии дополненной реальности для построения индивидуальной траектории обучения, скажу буквально пару слов о самой технологии. Она позволяет объединять виртуальную компьютерно сгенерированную информацию и окружающую действительность и предоставляет возможность взаимодействовать с 3D-объектами, сохраняя при этом связь с реальным миром, что отличает ее от виртуальной реальности, которую, мне кажется, больше не слуху сейчас. И основным достоинством, преимуществом данной технологии является эффективная 3D-визуализация, благодаря которой прежде всего начали использовать данную технологию при обучении естественным наукам, инженерным специальностям, математике и так далее. Но на сегодняшний день существует многочисленные исследования, которые подтверждают эффективность применения данной технологии. Приложение дополненной реальности для обучения иностранным языкам и есть исследования, посвященные ее использованию для развития, для работы над всеми видами речевой деятельности. Скажу коротко, что дидактические свойства приложения дополненной реальности позволяют реализовывать, позволяют учитывать мировоззрение, интересы, уровень владения иностранным языком обучающихся. Также они позволяют выбирать различные приемы учебной деятельности, позволяют учитывать индивидуальные психологические особенности обучающихся. То, как это происходит на практике, рассмотрим далее на примере конкретных приложений и заданий, типа заданий. Я буквально пару слов скажу о коммуникативных стратегиях, потому что наши задания были направлены на развитие коммуникативных стратегий, а именно стратегии интеракции, которые наряду с стратегиями рецепции, продукции или порождение речи и медиации представлены в цифру. И мы отобрали несколько умений, мы проводили диагностический срез, который позволил нам выявить несколько умений в рамках владения стратегиями интеракции, которые хромали у студентов, это были умения обратиться за разъяснениями, сообщить о своем непонимании, умения уточнить, убедиться в правильности понимания, переспросив, перефразировав то, что было сказано собеседникам, умение вступить в дискуссию и умение вернуть разговор к изначально поставленному, вернуть разговор, если собеседник уходит от ответа или отвлекается на какие-то темы. и одним из заданий, которое было предложено, мы разработали тесты, мы их назвали дополненными тестами, потому что они выполнялись в приложении дополненной реальности метаверс и были предложены студентам задания, в которых они должны были прослушать в данном приложении фрагмент прослушать или просмотреть фрагмент дискуссии на французском языке в нашем случае и записать свой ответ, свою реплику поучаствовать в данной дискуссии. у них была задача или вступить в эту дискуссию и высказать свое мнение по этому вопросу или прервать собеседника и сказать, что он что-то непонятно попросит разъяснить или дать какие-то дополнительные детали и так далее. Вот пример такого, это пример, это скриншот из приложения, в котором как раз таки когда разрабатывалось одно из заданий теста, и здесь как раз на последнем этапе студенты должны записать свой видеоответ, который отправляется на стену приложения, где с ним может ознакомиться преподаватель и дать каждому студенту индивидуальную обратную связь. И благодаря данному приложению вот вы видели один из блоков на предыдущем слайде, это один из блоков заданий теста. И эти блоки могут легко меняться, и преподаватель, если он ведет занятия в разных группах с разным уровнем, может легко эти блоки варьировать в зависимости от своих задач учебных. И также эти задания могут сопровождаться инструкциями, комментариями, можно добавлять вот такие вот экранчики, на которые может студент переходить, если у него есть вопросы, а там может быть перевод одноязычный, еще какая-то информация, например, социокультурная информация, которая ему необходима для понимания. И студент при самостоятельной работе может сколько угодно раз перезаписывать свой ответ, он может сколько угодно раз переслушивать эти мини-диалоги, которые, с пониманием которых у него возникли сложности, и уже тот ответ, который, качество которого его устроят, уже отправляют на стену для проверки преподавателя. И второй формат, это были виртуальные туры на платформе Google Arts and Culture. Это прекрасный ресурс, на котором представлено очень много информации, очень много материалов об объектах мирового культурного наследия. Они на разных языках, мне кажется, что подаватели иностранных языков могут найти много интересного. Мы предлагали на этой платформе провести виртуальную экскурсию. Студент должен был выбрать объект, который его заинтересовал, рассказать одногруппникам, делясь своим экраном в зуме, как мы сейчас делаем, показать эту экскурсию. И одногруппники должны были его прерывать, задавая вопросы, спрашивая, уточняя смысл знакомых слов или должны были убедиться в том, что они его правильно поняли, перефразировав то, что он сказал. И если мы рассматриваем использование данного приложения, данного задания, в рамках построения индивидуальной траектории обучения, мы можем сказать, что студент получает возможность отбирать информацию, учебные материалы, проявлять свои творческие способности организационные. И вот, чтобы мало времени, здесь отзывы студентов о работе с данными приложениями. и если метаверс вызывал какие-то сложности, особенно у первого групп, с которыми мы работали, то Google Arts всеми принимался на Урал. Спасибо вам большое за доклад. Жалко, что перебрали время, потому что все-таки это был один доклад, а не два. Но я думаю, что мы получили основное представление о том, чем вы занимаетесь. Спасибо вам большое. Нет времени для вопросов. И мы переходим к следующему докладу Анны Александровны из СПБГУ с моей любимой темой, темой о общеевропейских компетенциях владения иностранным языком. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я также хочу поблагодарить всех за очень интересные доклады, насыщенные. И я рада продолжить работу этой насыщенной секции. Мне бы сегодня хотелось с вами поделиться опытом разработки заданий для государственного экзамена, конкретно заданий по аспекту чтения. Госэкзамен на... Да, я скажу, что работаю на кафедре иностранных языков в сфере международных отношений. И на факультете международных отношений госэкзамен по английскому языку в этом году будет проведен впервые за 10 лет. То есть это такое возобновление нашей давно забытой практики. И в течение этих 10 лет естественно университет не стоял на месте и достаточно активно двигался в сторону международной академической среды. В частности это выразилось в том, что теперь в нашем университете студенты всех факультетов по истечении определенного срока обучения должны сдать экзамены на уровень сначала В1, а потом непременно на уровень В2. Что касается факультета международных отношений, то это происходит как правило после первого курса, потому что студенты приходят уже достаточно подготовленные, либо после второго курса. И я хотела бы отметить, что разработанный ВСПБГУ экзамен на уровень В2 прошел международную экспертизу, которая подтвердила его соответствие общеевропейской шкале компетенций и даже некоторые задания используются на сайте Совета Европы в качестве примеров заданий на уровень В2. Это, конечно, очень отрадно и наша кафедра также стремится поддерживать тенденцию интеграции в мировую академическую среду, поэтому при разработке государственного экзамена также мы по возможности опирались на общеевропейскую шкалу компетенций. Я в своей презентации продемонстрирую, на какие именно источники мы опирались в разрабатывая задания в аспекте чтения. Прежде всего при разработке программы госэкзамена необходимо было ответить на вопрос собственно какой уровень шкалы мы будем принимать за ориентир. Что касается аспекта чтения, им занималась конкретно я, поэтому я могу с большей уверенностью говорить, мы решили ориентироваться на С1 во-первых по количеству часов у нас получается, что после того, как студенты сдают экзамен на уровне B2, как минимум они получают 250 аудиторных часов английского, а если учитывать домашнее задание, то это больше 300 часов, это в том случае, если они сдают на B2 после второго курса, если они сдают после первого курса, соответственно, гораздо больше. ну и плюс аспект чтения, естественно, у нас во всех курсах по английскому языку является одним из ведущих, студенты постоянно читают газетные статьи, читают критически, обсуждают, поэтому мы решили, что в этом аспекте мы можем ориентироваться на уровень C1. Собственно, возник вопрос, что это для нас означает. На этом слайде я перечислила источники, конкретно на что именно мы ссылались. Ну, в первую очередь это сама шкала Companion Volume. У меня он приведен в 2018 года, хотя есть более поздние 2020 года. Затем это задание из международного экзамена Certificate in Advanced Senglish и критерии, о которых я буду говорить подробно, разработанные Ирвином Киршем. Итак, первое, на что мы посмотрели в шкале, это общая характеристика компетенции в области чтения, конкретно это Reading for Information and Argument, то есть чтение с целью получения информации и понимания точки зрения автора. На уровне C1, хочу обратить ваше внимание, что голубым здесь выделено собственно то, что было добавлено в 2018 году, но я посмотрела в 2020 году сохраняется собственно сейчас в том виде компетенции, в котором они выделены здесь голубым цветом. Итак, вы можете прочитать либо на английском, либо в моем переводе, что для нас здесь было важно. Нам было важно, что мы можем давать на государственном экзамене достаточно длинную, а именно от 3,5-4 тысяч знаков до 4 тысяч знаков статью. Естественно, профессиональной тематики, поскольку государственный экзамен у нас студенты встают именно в своей области, использованные английского языка. И мы можем проверять понимание пристений на уровне выявления смысловых нюансов и не только того, что высказано прямо, но также и того, что каким-то образом подразумевается. Далее мы рассмотрели коммуникативные иноязычные компетенции рецептивного владения языком. Те из них, которые имеют отношение к профессиональному владению языком, перечислены на данном слайде. Вы можете их прочитать самостоятельно, но что нам здесь было важно? Нам было важно, что тестовые вопросы могут быть направлены на проверку понимания таких элементов текста, как идиоматические выражения, регистра, эмоциональные коннотации, юмор, культурный контекст, затем модальность, например, модальные глаголы, которые используются для выражения степени уверенности и вероятности. Также мы можем проверять стратегические компетенции наших студентов, а именно навыки исковой догадки, контекстуальной догадки. То есть мы не обязаны ориентировать свои тестовые вопросы на что-то, что явно высказано в тексте, но можем проверять, насколько студенты могут догадаться. это то, что мы имеем право делать, но не обязательно мы свои вопросы ориентировали именно на эти элементы. Итак, мы определились с типами текстов, мы определились с тем, какие компетенции проверять, но тем не менее хочется еще больше конкретики, поэтому мы решили сравнить разрабатываемые нами вопросы с вопросами на чтение какого-либо международного экзамена, который признан соответствующим CEPHR. Ну и на сайте Совета Европы собственно для уровня C1 даются примеры из экзамена, который я уже упомянула, это Certificate in Advanced English или CEE. Однако нужно отметить, что задания в нашем экзамене и в CEE абсолютно разные, поскольку в CEE это 45 минут отводится только на чтение, задания абсолютно разнообразные, для нашего экзамена мы решили, поскольку у нас не так много времени на проверку, мы решили сосредоточиться на задании формата верно-неверно, то есть true-false и у нас таких вопросов всего к каждому тексту три. Ну, скорее всего, все и наиболее близкие этому формат это multiple choice, поскольку он задействует те же самые мыслительные операции для ответа необходимо правильно выделять главные, второстепенные, соотнести перефразированные идеи текста с оригиналом, найти соответствие, поэтому мы рассмотрели именно задания multiple choice в CEE. Тем не менее, непонятно, как их сравнивать, по каким критериям. Для сравнения мы выбрали следующие критерии, критерии, предложенные Эрвином Киршем, они здесь даются в моем переводе, и используются они в том числе международной программой по оценке образовательных достижений учащихся Организации Экономического Сотрудничества и Развития ПИЗа. Эти критерии мы сейчас рассмотрим подробно, и я покажу, собственно, каким образом мы сравнивали задания. Первый критерий это стратегия ответа на вопросы. Эрвин Кирш выделяет четыре стратегии, здесь они даны в порядке возрастания сложности. Самая простая стратегия это Locating. Для нее необходимо соотнести информацию в вопросе с информацией в тексте по признаку идентичности либо синонимичности. И вот на этом слайде я хочу показать данную стратегию. Это кусочек задания из C-A-E. Здесь вы видите вопрос, который предполагает четыре варианта ответа, из них нужно выбрать единственный правильный. И вот если мы посмотрим на то, что выделено зелененьким, вкратце я пишу о чем текст, это улица по ресторане, и нам нужно выяснить, какая черта является наиболее характерной чертой этого ресторана. Зелененьким выделен вариант низкие цены. Собственно, чтобы проверить эту гипотезу, мы должны найти в тексте нечто идентичное либо синонимичное. И мы видим, в тексте также выделено зелененьким the prices although not cheap. То есть мы видим здесь полное соответствие слову prices, и мы видим здесь синоним слову low cheap. Это наиболее простая стратегия поиска информации. Более сложная стратегия называется cycling, она похожа на locating, но здесь необходимо соотнести вопрос с несколькими потенциальными ответами в тексте и выбрать собственно тот, который нашу гипотезу подтвердит. Опять вернемся к этому же слайду. В данном случае то, что выделено голубым, на мой взгляд, это cycling, поскольку мы должны соотнести фразу a friendly owner, то есть дружелюбный владелец ресторана с фрагментами текста, которые эту гипотезу подтверждают, однако у нас нет ни синонима слова дружелюбный, ни самого слова дружелюбный, ни слова eune в тексте также не содержится. Нас могут навести на эту мысль те фрагменты, которые выделены голубым, то есть, например, the charming proprietor, charming и friendly это все-таки не совсем синоним, однако если мы прочитаем дальше, то объединив все эти фрагменты вместе, мы все-таки можем ответить на вопрос, что да, владелица ресторана была чрезвычайно дружелюбной. Также хочу обратить ваше внимание на то, что здесь дается синоним слова дружелюбия affability, но предполагается, что экзаменуемые это слово не знают, поскольку оно имеет уровень C2. Соответственно, можно догадаться его значение только по контексту. Итак, это стратегия cycling, а дальше в порядке возрастания сложности мы переходим к стратегии integrating. Здесь уже мы должны соотнести разные отрывки текста по заданным вопросе параметрам. Например, это некий тип отношения, различия, сходства, степень, выраженности какого-то признака, причинно-следственная связь. И вот такой тип стратегии как раз-таки содержится в вопросе на чтение нашего государственного экзамена, нашего будущего государственного экзамена. Опять же, вкратце объясню смысл задания. Студенты получают статью неадаптированные из газеты The Guardian. Она достаточно свежая, вышла в январе. И тема статьи это протесты в Нидерландах, которые направлены против ограничений по коронавирусу. И в статье предполагается, что причиной протестов наверное является затягивание с вакцинацией, описываются причины, почему затягиваются и так далее. Собственно, студенты должны ответить на вопрос, верно ли, что протесты в Нидерландах можно было бы избежать, если бы вакцинационная кампания началась раньше. То есть в вопросе задается причинно-следственная связь между поздним началом вакцинации и протестами. Соответственно, для того, чтобы согласиться либо не согласиться с этим утверждением, студенты должны сначала найти все отрывки текста, которые каким-то образом говорят о протестах, все отрывки, которые каким-то образом говорят об их причинах, всю эту информацию осмыслить, объединить и ответить на вопрос. Интегрейтинг. Ну, и я отмечу, что самая сложная стратегия, к сожалению, у меня нет для нее примера, это дженерейтинг, когда задается необходимо, как и в интегрейтинг, соотнести разные отрывки текста, однако критерии для этого соотнесения должны быть заданы самостоятельно. Так, это первый критерий стратегии ответа на вопрос. Идем дальше. Также мы можем сравнивать сложность заданий в различных экзаменах по такому критерию, как условия обработки информации. В первую очередь, сколько в вопросе содержится фраз и предложений. Если мы посмотрим на CEE, мы видим, что здесь у нас одно вопросительное предложение и несколько коротких фраз и ответ. Если мы посмотрим на задание госэкзамена, мы видим здесь одно длинное сложно подчиненное предложение. По уровню сложности они более или менее совпадают. Затем количество требуемых ответов. В обоих заданиях нам нужно дать только один ответ. И последний момент это необходимость самостоятельных умозаключений для соотнесения вопроса с текстом и определения искомого ответа. Если мы посмотрим на задание CEE, то мы видим, что для проверки половины гипотез нам необходимо сделать самостоятельное умозаключение, поскольку, как я уже говорила, ничего синонимичного, ничего аналогичного вопросу в тексте не содержится. Это то, что выделено голубым, о чем я уже говорила. И еще одно задание. Нужно понять, является ли привлекательный интерьер чертой этого ресторана. И если мы посмотрим на те... Уважаемая Анна Владимировна, вынуждена вас уже прерывать, потому что вы совсем исчерпали время. Хорошо, прошу прощения. Хорошо. Ну да, может быть, я покажу тогда единственный слайд, последний, говорит о том, что более или менее по четырем рассмотренным критериям у нас найден баланс. Большое спасибо. Спасибо большое, очень интересный доклад. Стоило бы, наверное, его обсудить, но вот, к сожалению, временной ресурс у нас ограниченный. И далее мы приступаем к нашим зарубежным гостям. И следующий доклад будет о теории транслингвизма при выполнении заданий по чтению. то есть мы остаёмся в актуальной теме чтения, теме рецепции на иностранном языке и доклад от наших турецких коллег из университета Чукурова от Ильхана Берка и доктора Йонка Оскан. Очень приятно. Спасибо. Во-первых, хочу выразить свое удовлетворение участвовать с вами в работе. Вы можете видеть наши слайды не так ли? Я преподаю в университете и у меня есть степень. Сейчас я пишу свою диссертацию на эту тему по теме письма и чтения. Это наш пилотный проект для проверки чтения текстов, понимания чтения. Существует мнение, что только язык цели должен использоваться в аудитории. И использование разных языков является важным элементом создания билингвизма. Люди используют те же самые языки и семиатичные ресурсы для более эффективного общения. И это исследование было проведено в Гарсии и МЭМ в 2014 году. Проблема заключается в том, что с 2010 года эта тема изучается в преподавании английского языка в качестве второго с многоязычными студентами в рамках традиционного образования. То есть английский используется для преподавания разных предметов. используется для преподавания . И все трест транслanguage и ленд для teaching English в context could provide Мы говорим о людях, которые владеют английским языком как родным, а также о тех, кто изучает английский как иностранный язык. Те, кто владеют несколькими языками, то есть представители полилингвизма, могут использовать знания своих языков для решения задач, связанных с обучением языка. И мы наблюдали ситуации, когда люди получают информацию на одном языке, а продуцируют ее на другом. И это тоже является характерным проявлением и лингвизма, и полилингвизма. И мы изучали воздействие, скажем, родного языка на другие языки, и вот это исследование было первым своего рода. И наше исследование показали, что языковой запас у людей, которые владеют несколькими языками, является подвижным, и он допускает взаимодействие между языками, которые владеет человек, между родным языком, первым или вторым языком. И это необходимо учатывать с практической точки зрения, и это учитывается в составлении программ. И здесь мы настаиваем, что это важнейшее соображение. Здесь перечислены основные работы, которые были посвящены этой теме. Цель нашего исследования – это разработка такого задания для чтения на иностранном языке, которая будет учитывать вот этот трансязыковой подход к преподаванию. В частности, родной язык, первый язык, которым владеют изучающие, и любой другой язык. И, возможно, это применимо и в отношении русскоязычных студентов для создания и разработки заданий по чтению. Мы поставили себе три вопроса при нашем исследовании. Простите, два вопроса. Каково воздействие преподавания? И мы обнаружили, что в ходе нашего экспериментального исследования мы сравнивали результаты студентов, которые работали в традиционном классе, и в том, который учитывал особенности билингвизма и полилингвизма. И я занимался этим вопросом и как исследователь, и все время вел наблюдение и вел дневник успехов и прогресса моих испытуемых. В этом эксперименте участвовали 43 учащихся на промежуточном уровне, 23 из них были в экспериментальной группе, а 20 в контрольной группе. И контрольная группа выполняла задания на чтение, не опираясь на одноязычный подход, использование только целевой язык, а испытуемые использовали многоязычный подход для достижения той же цели. И мы создали задание специальное, которое опирается на те выводы, которые мы сделали во время этого эксперимента. И мы учли все специфические характеристики студентов, которые владеют несколькими языками. И, в частности, мы учитывали предложение Фримена. И можно сказать, если вы собираетесь ехать за границу, и вы хотите опираться на ваш опыт. И здесь очень важно иметь в виду и кросс-языковые возможности. Большинство из наших студентов были из Турции. Это были студенты, для которых родной язык был турецкий. Но мы также имели студентов, для которых основной язык был арабским. И я для них, для тех и других, давал задания на чтение с одинаковым временем выполнения. И мы видели, что студенты выделяют для себя наиболее важные факты из предъявляемого текста. И мы также поняли, что лучше студенты работают в парах, обсуждая проблемы, возникающие при чтении текста с партнером. И вот это вот кросс-языковое взаимодействие в течение трех минут позволило студентам обсудить текст вкратце и даже изложить его содержание письменно на английском языке. Далее группы ознакомились с саммарами, которые были написаны другими парами и смогли их оценить. И это было проведено, как указано в методических материалах, только на английском языке, без опоры на какие-то другие языки, которые владеют студентом. На основе своих дневниковых записей я говорю, что экспериментальная группа была более активна в дискуссиях как на родном, так и на языке целей. Они общались больше со своим партнером и с партнерами, но крупнейшая самая проблема была в том, что некоторые студенты предпочитали в меньшей степени участвовать в написании общего саммар или в дискуссиях, а отвлекались на другие вещи. И в группе, где была опора только на один язык, мы должны сказать, что студенты старались работать индивидуально, независимо друг от друга. Хотя или работали в парах, но очень часто обращались к родному языку и пытались знакомиться с новым вокабуляром с помощью онлайн-словарей. И некоторые хотели очень активно использовать родной язык и онлайн-словарей. И можем сказать, что с точки зрения понимания текста и оценки понимания текста не было значительно статистической разницы в степени понимания. Но специальный тест, который назывался «Man with me, you», который дает более высокую степень оценки по сравнению с контрольной группой, показывал большую разницу. Какие же трудности встретили студенты? А первое — это отсутствие необходимого вокабуляра. И это предполагает, как указывают исследования, это самый серьезный фактор, который затрудняет понимание. Другие факторы также были связаны с этим. И это варьируется в индивидуальном смысле, а иногда возникала необходимость для перевода. И студенты также говорили о том, что время, отведенное на чтение, было ограничено. И какое может быть воздействие на говорение на английском языке, про чтение этого текста. Я хочу сказать, что все это очень было важно. Некоторые хотели, чтобы английские слова переводились на турецкий и только так могли осуществить понимание. Необходимость для перевода — это первый вопрос. И это может указывать на то, что кросс-языковой подход может быть предпочтительным для заданий на чтение. Также студентам была предложена вариативная анкета, где они ответили на вопросы. И они сказали, что было интересно, и им понравилась эта работа. Но именно потому, что у них была возможность говорить о более широком круге тем, ну, перевод на английский, из английского оказался полезным, и он пока помог усваивать английский язык, они с удовольствием занимались переводом. Но необходимо, как некоторые указывают, использовать на родной язык и иногда развивать возможность перефразировать сложные высказывания, используя более простые способы выражения. говорили также о том, что вот этот вот кросс-лингвистический подход помогает им лучше усваивать прочитанный текст. Они говорили здесь о роли перевода и о том, что перевод в данном случае помогает пониманию. И вот это вот владение разными языками могло бы помогать студентам в том, чтобы они могли свободнее обсуждать прочитанный текст, усваивать в большей степени словарь и участвовать в решении конкретных задач. То есть необходимо в данном случае обеспечить реальное сотрудничество, но это не всегда удается, и не всегда удавалось как в одноязычной, так и в многоязычной группе. И мы должны отметить, что в экспериментальной группе студенты, некоторые предпочитали использовать только английский язык в классе, но в контрольной группе подход был более пассивным, в экспериментной группе студенты взаимодействовали в большей степени на языке изучения после того, как они впервые сначала обсудили материал на родном языке. Это дало возможность усвоить лучше содержание текста. И говоря о выводах, можно сказать, что вот это обладение несколькими языками может помогать нам при преподавании английского языка и иностранного языка в целом, но оно также предполагает и перевод с одного языка на другой, который, в свою очередь, также является средством повышения понимания предъявляемого материала. И переводя, студенты активизировали как свой родной язык, так и иностранный язык. И в преподавании иностранных языков это может иметь место как естественным путем, так и быть специальной целью. То есть нужно создавать такие тексты, для чтения, которые предусматривают элемент перевода. Большое спасибо. Если есть вопросы или комментарии, я с удовольствием отвечу и отреагирую. Иван сейчас обсудить, в связи с тем, что уже по времени мы должны приходить к следующему докладу, который открывает очень актуальную тему, связанную с тем всплеском интереса к изучению иностранного языка, который произошел во время пандемии. И с докладом выступает Хонтон Дуглас, представляя с одной стороны РУДН, а с другой стороны Катанийский университет Италии. Добро пожаловать, и мы будем рады услышать ваш доклад. Добро пожаловать, и мы вас видим и слышим. Hello? 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 Can you hear me? Yes? I'm sorry, I seem to be having problems with my connection. Can you see the slides that I have here? Проблемы со связью, но слайды видны. Хорошо. and make it work like this. I have my telephone. Тогда, может быть, я воспользуюсь своим телефоном мобильным. Вы не возражаете? Я могу начать? Да, пожалуйста. Сколько? 15 минут вы мне даете? Да, 15 минут. 15 минут. Да, и мы очень строго следим за временными рамками. Большое спасибо за приглашение участвовать в конференции. Я с удовольствием сегодня с вами общаюсь и выступаю. Очень интересно. Спасибо. Я буду говорить о некоторых моментах, которые оказались очевидными во время пандемии ковида, и как это сказалось на преподавании иностранного языка. И мы встретились, столкнулись с этим за последний год. Раньше мы не имели физический контакт с нашими студентами и в аудитории, но нам пришлось под давлением обстоятельства перейти на обучение онлайн. У нас не было соответствующей подготовки для этого. И поэтому в этой связи я задаю следующий вопрос самоизоляции, пандемия. Она дала нам возможность подумать обо всем этом. Не только о жизни, в принципе, но о наших профессиональных делах и задачах. Наша профессия в качестве преподавателей необходима связанность с тем, что надо задать вопрос, зачем мы занимаемся, то, чем мы занимаемся вообще в общем плане. Если вернуться к начале теории образования, то начинаем мы с понятия Аристофеля. И он говорил о том, что для греков образование связано с процветанием. Таким образом, смысл заключается в следующем. То, чем мы занимаемся в аудитории, не должно быть рассматриваться просто как приобретение знаний, но и как подготовка к жизни. И я думаю, что в качестве языковых преподавателей мы думаем, что не всегда бывает легко заниматься тем, чем мы занимаемся, особенно заниматься этим режимом онлайн. Это намного сложнее. Кризис с коронавирусом создал огромные проблемы, особенно для школьного образования, но и для университетского образования. И тут необходимо ответить на вопрос о будущем. Существует определенный настрой, политический настрой способствовать развитию новых интернетских технологий. Даже когда и закончится пандемия, университет станет открытым пространством, педагогическим пространством, где люди будут обучаться, задавать вопросы. И этот вопрос связан с общественными тенденциями, нечисто педагогические вопросы. Хотя, конечно, есть и педагогический подтекст. Об этом как раз и будет говорить на экономическом форуме. Пандемия привела к расширению курсов онлайн, дистанционных курсов. Не обязательно предоставляя необходимое обучение для преподавателей, чтобы работать в таких условиях. Поэтому задается вопрос, что же будет в таком окружении в будущем. Я хотел бы поделиться с вами практическим опытом. Разные этапы языковых занятий и насколько возможно воспроизвести занятия в условиях дистанционного обучения. Мы все знаем о различных этапах языкового занятия. К примеру, большинство занятий начинаются с такой разминки. Обычно не начинаем прямо с грамматических объяснений, present perfect и так далее. Сначала проводим определенную разминку, языковую разминку. Это посмотреть, какой настрой у студентов. Чувствуют студенты, может быть, какие-то проблемы. Это трудно сделать в режиме дистанционного обучения. По крайней мере, такой мой опыт. Также мы ведь не учим тому, что студенты уже знают. Мы задаем вопросы, чтобы проверить, поняли ли студенты предыдущий материал, то, о чем мы уже говорили. Поэтому необходимо проверить, насколько они усвоили этот материал. Это тоже сделать нелегко в дистанционном режиме. Затем мы переходим в ходе урока к презентациям, к практике. Я использую эту модель для трехпи. Это старинная модель. Это для того, чтобы упростить наше обсуждение, чтобы обсудить, насколько эффективно мы можем работать с этими видами деятельности в режиме, дистанционном режиме. Поэтому, насколько эффективно можно проводить диалоги или объяснять грамматические явления. И затем мы переходим к отработке определенных грамматических явлений. Просим студентов повторить какие-то модели. Это может быть либо групповое обсуждение, или повторение, или индивидуальное повторение. Исправляйте грамматические ошибки, фонетические ошибки. Указывайте на конкретного студента. И пытайтесь использовать формы контроля. Затем мы переходим к этапу воспроизведения речевых навыков. Задаем вопрос, чем занимается ваш студент, чем занимается ваша мама. Он отвечает, моя мама, допустим, готовит обед. Это еще один этап организации языкового занятия. И, конечно, на этом основании можно сказать, что было бы очень трудно на дистанционном занятии все это воспроизвести, все эти этапы. Многие из этих этапов просто невозможно в дистанционном формате, потому что необходимо очень тонкое взаимодействие, которое бывает между студентом и преподавателем, между студентами. И все это может только в аудитории проходить, в физической аудитории и в достаточно естественной форме, не в такой, как дистанционный формат. Когда я готовил это выступление, я подготовил опросный лист и передал своим коллегам, может быть, где-то 30 человек, 30-40 коллег запомнили этот опросный лист. Преподаватель не только английского, но иностранных языков вообще задавал вопрос, как они приспосабливаются к этой новой ситуации. Некоторые оценили позитивно. Я ожидал, честно говоря, более негативного подхода. Но результаты показывают, что некоторые оценили вполне позитивно. Один пишет из преподавателей, время экономию, не надо тратить на дорогу, и студенты то же самое пишут об этом, что это преимущество, что не нужно тратить время на дорогу. Другой отвечает, что я могу сделать все-все занятие, о чем мы делали и в аудитории. Студенты, заинтересованные больше в аудиторном общении, я не хочу сказать, что дистанционное обучение только негативный процесс, не хочу сказать только негативно, но должен признаться, что комментарий негативного плана было больше, чем положительных. И с моей точки зрения, самая эмоция была такая, что я чувствую, что я не нужен. Преподаватели чувствуют, что она тормана от ситуации общения и не получают удовлетворения от занятий. И я думаю, что именно взаимодействие, я хочу подчеркнуть, взаимодействие между преподавателем и студентами, это то измерение, которого не хватает лично мне. И еще один из преподавателей отмечает то же самое. Моё личное ощущение заключается в том, что я часто сижу за компьютером и говорю с компьютером, и мне не хватает ощущения взаимодействия со студентами. И хотя я считаю, что дистанционное образование означает меньше работы для преподавателей, но и меньше удовлетворения приносит. Я не знаю в отношении вас, у вас, наверное, тоже самое есть усталость от Зума. Все проходит в Зуме, собрание, заседание кафедры, контакты со студентами. Мы уже перешли на такой этап, когда мы уже просто устали от общения в интернете, потому что мы используем компьютеры не только для работы со студентами, но и для поиска материала, для подготовки докладов, для всяких, и для нашего досуга. Поэтому мы переходим к такому обществу, где всё сейчас переходит в сферу дистанционную. Если мы устали, мы, преподаватели, устали, то студенты устали ещё больше. У них перед ними стоит искушение просто не посещать занятия. И возвращаясь к тому, с чего я начал, о чём я пишу в своём докладе на эту тему, это вопрос процветания, с чего начиналось с самого начала греческое слово «образование». Поэтому, как преподаватели языка, мы понимаем, что мы заинтересованы в развитии личности, в развитии людей, мы помогаем даже студентам развиваться как личности. И преподавание языком – это только часть этого процесса. Учиться взаимодействовать друг с другом, общаться друг с другом – это очень важные человеческие качества, которые необходимы студентам в жизни. И они получат от этого большую пользу в своей жизни. Джон Кью говорил, что образование является социальным процессом. Но социальный процесс означает физический контакт. Я думаю, этого и не хватает в дистанционном обучении. Поэтому я думаю, что если мы будем задумываться об образовании, как дерево, думаем, использовать метафору с деревом, есть два типа дерева. Справа с дерева со словами, со знанием, различные предметы, здесь упомянутые другими словами, это представление о знании как об инструменте. Это менее целостный подход, чем на модели слева, где дерево растет, и все происходит очень естественно. И студент находится в центре этой деятельности, и студент растет, как Джеймс Уиллис говорил об образовании в целом, что мы помогаем росту наших учеников. Хочу поблагодарить вас за ваше внимание. И думаю, что важно, что в настоящей пандемии, во время пандемии, нам важно еще раз оценить свои приоритеты в качестве педагогов. Задать вопрос, что мы делаем, не только в плане преподавания языков, но в целом, что означает процесс образования, что означает быть учителем? Просто мы являемся инструментом, переходим ли к миру, где все будет дистанционно, студенты, бизнес будет вестись онлайн, все будет происходить с помощью компьютера. Какого же тогда вида студенты, как мы будем им помогать, что мы будем выращивать в такой ситуации, кого мы будем выращивать в такой ситуации, или же мы вернемся назад к более целостному подходу, где мы были, когда у нас действительно был физический контакт, когда мы способствовали физическому контакту между студентами, студентом-преподавателем в реальной атмосфере обучения. Я завершаю на этом. Большое спасибо и готов ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, Дуба, за очень интересный доклад. И, к сожалению, не осталось времени обсудить его. Я думаю, что в каком-то другом режиме, в Networking, удастся пообщаться по этому поводу. Но спасибо, что вы затронули тему того, как преподаватели чувствуют себя во время изменившихся условий обучения, и про подготовку преподавателей, и готовность к различным условиям, в которых они работают. Прозвучит доклад Вероны Кругера, которая представляет Краковский педагогический университет. И речь пойдет про ожидания студентов, когда они проходят курс методической подготовки. Спасибо большое. Первое, я хочу поблагодарить всех организаторов за возможность участвовать в этой замечательной конференции и обменяться мнениями. Во-первых, хочу задать вам вопрос. Можете ли вы видеть мою презентацию? Видите ли мои слайды? Да, видим. Тема моего выступления – это ожидание студентов университета при прохождении курса по методической подготовке к ТЭФу для специальных образовательных целей. И хочу начать с краткого вступления к моей презентации. Преподаватели, которые работают в инклюзивной среде, играют самые разные роли, которые часто выходят за традиционные ожидания. Хотя даже основные знания об особых потребностях в сфере образования и понимания тех задач, это все очень важно для того, чтобы учителя могли соответствовать потребностям в сфере инклюзивного образования. Тут также необходимо принимать внимание физические возможности студентов, что преподаватели и должны делать в соответствии с директивой министерства. Эти компетенции также очень важны для того, чтобы читать и понимать те диагнозы, которые предоставляют центры по консультации в плане психологии и педагогики при разработке программ, особых программ. Тут необходимо подчеркнуть, что наши нынешние филологи и педагоги занимаются не только преподаванием иностранных языков, они также оказывают поддержку и оказывают психотерапевтическую поддержку в том случае, когда студентам не хватает мотивации, когда они испытывают другие когнитивные проблемы. И наша задача заключается в том, чтобы показать нынешнюю ситуацию, разделить с вами, обсудить те ожидания, которые есть в сфере образования, с чем сталкиваются преподаватели, которые работают в сфере инклюзивного образования. Эти вопросы мы затрагиваем в рамках пилотного проекта в нашем университете. Вот небольшая цитата Европейской комиссии в поддержку показывает, почему иностранные языки, образование в сфере иностранных языков, очень важно включение. Позвольте прочитать. Изучение языков должно быть касаться всех, только небольшое меньшинство людей страдают от физических и других проблем, которые этот процесс затрудняют. Предоставление студентам таких возможностей становится все традиционной формой обучения в школах и в институтах. Однако такие обучаемые часто не посещают занятия по языкам. Хорошая практика в этой сфере для людей с особыми потребностями. Необходимо эту практику разрабатывать, разрабатывать новые методы и применять их в преподавании иностранных языков. В том, что касается Польши, какие необходимы требования или качества для преподавателей иностранных языков, которые работают со школьниками, испытывающие особые потребности, с особыми способностями. Такое обучение проходят будущие учителя в высших учебных заведениях. Обычно эта профессия называется изучение английского языка. И здесь могут быть такие профессии, как обучение английскому языку. И тогда будущие преподаватели могут выбрать свою специализацию и получите общую квалификацию как преподавателя английского языка. Часть этого процесса включает участие студентов в курсах или программах после окончания по повышению квалификации. Также возможно стать преподавателем английского языка, если закончишь какое-то другое учебное заведение, при условии, что получено педагогическое образование. И это образование подтверждено, и есть подтверждение компетенции в английском языке. Но нет необходимого требования, чтобы были особые документы, что можно преподавать для детей со специальными потребностями. То есть в теории преподаватель английского языка может прийти в аудиторию и ничего не знать о том, как преподавать детям со специальными возможностями. В нашем университете, в Кракове, в педагогическом университете, мы были среди первых в Польше и разработали специальный курс, который предоставляет специальный курс по преподаванию детям с особыми потребностями. Наши выпускники работают в сфере преподавания английского языка для детей со специальными возможностями. Мы были первыми в этой сфере в стране. Возвращаясь к пилотному проекту, он наподавался, он начал еще в 15-16 учебном году и продолжался. Настоящий момент мы его модифицировали, и он уже охватывает преподавание студентов с особыми потребностями не только в аудитории, но и в цифровой окружающей среде. То есть мы реагируем на нынешнюю ситуацию пандемии. Но это в начале, это был курс из-за 30 часов, вы видите слева, план работы, охватывающий различные студенты с различными потребностями и предлагали разные способы обучения. Были среди них польские студенты и студенты из других стран. И надо было ответить на вопросы по курсу. Большинство, 90% были уверены в том, что такой курс помогает им в процессе подготовки английского языка и помогает им познакомиться о том, что нужно для учащихся с особенностями развития. Когда их спросили, почему это необходимо, вот здесь перечислены ответы, и они разбиты по процентным показателям. Они должны понимать, какие проблемы испытывают студенты с особенностями развития. Они должны знать, как организовать работу в классе, в этом инклюзивном образовательном классе. Они должны с точки зрения подготовки не быть готовы к тому, что нужно обращаться с этими ребятами, и таких немало. И также очень важно изучать различные предметы, но и английский язык в том числе. И что же нужно включить в соответствующий курс подготовки преподавателей. Ответ был, во-первых, необходимо знакомиться с диагностическими симптомами, симптомами, например, учащихся с особенностями развития, что для них легко, что для них трудно, должны предлагаться соответствующие методы и приемы. И каким образом оказывать помощь таким учащимся, каким образом следует себя вести, чего нельзя допускать, что следует избегать, необходимо адаптировать материал учебный, модифицировать его каким-то образом к потребностям учащихся с особенностями развития, в сотрудничестве с другими специалистами, с логопедами, с психологами, которые работают с такими детьми. То есть, дальше необходимо обучаться общению с такими детьми. И в этом плане мы руководствуемся директивами министерства. И в курсе также необходимо предусмотреть, каким образом мотивировать учащихся с особенностями развития, изучать иностранный язык, каким образом их стимулировать к этому, и где можно найти дополнительную информацию по этому вопросу. Каким образом можно с педагогической точки зрения анализировать диагноз, какие подходы, то есть надо давать какие-то основные знания по поводу диагностирования соответствующих учащихся, каким образом организовать этот спецкурс. Необходимо сочетать теорию с практикой, не только работа в аудитории, но присутствие на занятиях, практика в классе, выход в школу и в специальный класс. И, конечно, это те, кто хотят изучать такую программу, должны, конечно, иметь общая языковую подготовку. Может быть, кто-то из вас имел подобные контакты, был задан вопрос с детьми с особенностями развития. Ну, да, в той или иной степени отвечали испытуемые, ну, и во время преподавания на работе в семье, среди знакомых. И переходя к выводам нашего исследования, и после того, как мы начали отработку этого курса в нашем университете, мы должны создавать плюролингвистическую ментальность, то есть позитивный подход к преподаванию языков к культурам и знакомству с этим культурам, то есть развивать этот вот плюролингвистический потенциал. Он существует, но в Польше не очень широко распространен, потому что в основном у нас моноязычное общество, но иммигранты, особенно из Украины, это тот фактор, который нужно учитывать при развитии подобных курсов. Сейчас мы также наблюдаем, когда многие иммигранты из Польши, которые были в Великобритании, возвращаются в Польшу, и дети, которые родились, таких родителей в Великобритании, начинают изучать и учиться в Польше, и для них польский должен преподаваться как особый родной язык, и необходимо охватывать как можно больше людей обучением в английском и на втором языке, независимо от особенностей развития. Для этого необходимо готовить специальные преподаватели, и мы здесь не говорим, собственно, о преподавании иностранного языка, мы имеем в виду также поддержку учащихся с особенностями развития, помощь в общем развитии этим учащимся. И магистранты сочли, что вот такой пилотный курс очень полезен, и сейчас мы продолжаем его осуществлять. Он подвергается дальнейшим изменениям и адаптации по мере изменения ситуации и по мере того, как мы получаем новые данные и учитываем при этом возможности и оффлайн, и онлайн образования. Большое спасибо. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Может быть, у вас есть опыт подобного преподавания в смешанных аудиториях с учащенностью, с особенностями развития, в частности, в ваших средних школах, университетах, может быть, вы могли бы связаться со мной. Вот для этого я здесь привела свой e-mail адрес. И большое спасибо за внимание. Спасибо, Верона. Спасибо. Спасибо. Следующий доклад тоже будет касаться профессиональной подготовки, а точнее профессиональных рынков и степени готовности наших студентов к профессиональным рынкам. С докладом выступит Сергей Николаевич Гагарин. Он представляет НГИМО. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Если позволите, запущу презентацию. Мой доклад посвящен опережающему реагированию на вызовы рынка труда как концепции преподавания иностранных языков в высшей школе. Эпоха, в которую вступил мир 20 лет назад, показала со всей очевидностью, что 21 век характеризуется нарастанием непредсказуемой событийной динамики. Сферы высшего образования Меня слышно? Да, да, да. Образование не является исключением из этой картины. Да, мы вас слышим. В соответствии со своими приоритетами, в числе которых особое мнение, простите, особое место нередко занимает преподавание иностранных языков. В связи с этим, особую остроту приобретает допрос методики формирования таких программ, курсов и учебных материалов, которые позволяли бы высшей школе максимально оперативно подстраивать преподавание иностранных языков под меняющиеся требованиями рынка труда, в рамках которого неизбежно придется конкурировать выпускникам. Обеспечение максимальной оперативности реагирования вузов на возникающие вызовы предполагает максимальное сокращение временного промежутка, требующегося для осуществления необходимых преобразований и трансформаций. В связи с этим, наиболее оптимальными и рациональными представляются такие сценарии реагирования, при которых содержание структуры образовательных программ позволяет опередить и предвосхитить вероятные изменения непрерывно формирующейся новой реальности. Это в значительной мере объясняет ту популярность, которую в настоящее время пользуются среди исследовательской проблематики опереживающего реагирования в сфере образования. Для того, чтобы определить характер необходимых преобразований, представляется логичным прежде всего выявить спектр особенностей учебных программ, которые наиболее явным образом препятствуют достижению искомых целей. Применительно к сфере преподавания иностранных языков, к таковым можно в первую очередь отнести избыточную роль текста как основе формирования учебных материалов. Данная особенность является традиционной для многих вузов, о чем красноречиво свидетельствуют издаваемыми учебники. Это можно объяснить в первую очередь тем, что их удобно и довольно несложно составлять, подбирая необходимое количество текстов в соответствующих избранной тематике и снабжая их упражнениями для студентов. С первого взгляда означенный подход может показаться вполне оправданным. Составленные в соответствии с ним учебники можно быстро скомпилировать и при необходимости быстро поменять на новые. Тем не менее, недостатки данного подхода возможно перевешивают его достоинство. В первую очередь нельзя не отметить, что он приводит к конфликту интересов составителей учебника с одной стороны и учащегося, а также вуза с другой стороны. Интересы учащегося состоят в том, чтобы получить качественное образование. Применительно к сфере изучения иностранных языков, это в первую очередь означает стремление к качественной и как можно более полной освоению лексику и грамматику, которая потребуется для трудоустройства и дальнейшей работы. Интересы вуза состоят в обеспечении такого качества, объема, а также структурной системности и последовательности его образовательных программ, которые способствовали бы неуклонному повышению его конкурентоспособности и позволяли бы ему надежно гарантировать в качестве предоставляемых им образовательных услуг. При этом обеспечение интересов как учащегося, так и вуза может упираться в одну и ту же проблему. Фактическое содержание учебных программ по иностранному языку может определяться в первую очередь содержанием, используемым для обучения текстов, которые отобраны в соответствии с личными предпочтениями составителя учебника, а не объективными требованиями рынка образовательных услуг и рынка труда. Означенные противоречия можно вполне обоснованно характеризовать как сложно разрешимые, однако представляется, что их можно в значительной степени ослабить. Для этого предлагается прежде всего выделить лексикологическую составляющую учебных программ по иностранным языкам в качестве их базового структурного предпочтения. Это предполагает полное переосмысление учебных программ с целью определения оптимального количественного и качественного состава всей лексики, преподаваемой в качестве активного вокабуляра, а также ее систематизации в рамках лексико-семантических полей и их кластеров. Опираясь на последний, можно было бы осуществить такой подбор учебных текстов, который в первую очередь определялся бы объективными, количественными и качественными критериями лексического характера. При таком можно было бы разработать тщательно структурированную совокупность лексических учебных модулей, которая бы обеспечивала системность и последовательность содержания учебных программ от первого курса бакалавриата до последнего курса магистратуры. Таким образом, содержание учебных курсов могло бы достичь принципиально нового уровня внутренней порядочности, а их качество можно было бы оценивать в соответствии с объективными критериями количественного и качественного характера, что полностью соответствует как интересам учащихся, так и вузов. При всех достоинствах изложенной концепции у нее есть один существенный недостаток. Ее практическая реализация потребовала бы массу времени и сил. Поскольку время, которым располагают сотрудники языковых кафедр, является ресурсом весьма ограниченным, поиск текстовых материалов для учебников разумно было бы возложить не на людей, а на поисковые системы, работающие с материалами интернета. В рассуществующих на сегодняшний день поисковых системах активно используется искусственный интеллект, а это значительно увеличивает их эффективность. Тем не менее, они не вполне подходят для выполнения вышеозначенных задач. Это связано с тем, что для подбора наиболее оптимальных текстовых материалов необходимы узкоспециализированные поисковые системы, которые осуществляют поиск по комплексным критериям лексического и грамматического характера. У таких систем должна быть возможность работать с целыми лексико-семантическими полями, структуры которых можно было бы выделить ядро и периферию, а также при необходимости сложные подуровни внутренней организации. Особо следует выделить необходимость такой функции, как сбор и анализ комплексной статистики по частотности употребления искомой лексики. Создание таких специализированных поисковых систем на сегодняшний день не является недостижимой задачей. Они позволили бы преподавателям высшей школы параллельно решать две задачи. Во-первых, подобные поисковики давали бы массу статистической информации о реальном состоянии изучаемого языка, предоставляя таким образом обширный материал для научных исследований и публикаций. Во-вторых, они позволяли бы осуществлять поиск учебных материалов по комплексным критериям с недосягающим преемственность между различными поколениями педагогических школ, поскольку лексическая сторона учебных программ сохраняла бы свою внутреннюю системность, последовательность и целостность и могла бы развиваться каждым новым поколением педагогов путем расширения уже существующих или добавления новых лексических модулей, а обновление их текстовой стороны было бы всецело возложено на узкоспециализированный поисковик, использующий искусственный интеллект. Эта концепция структурной организации учебно-технического обеспечения программ по иностранным языкам позволяла бы максимально оперативно реагировать на возникающие вызовы современности, в идеале опережая их. В ответ на набирающие силы тенденции рынка труда, языковые кафедры могли бы активировать заранее заготовленные и хранящиеся на образовательных платформах модули или деактивировать те, которые утратили свою актуальность, повышая таким образом уровень конкурентоспособности своих выпускников за счет их опережающего адаптирования к новым требованиям работодателей. При этом в программах обучения иностранным языкам могли бы быть предусмотрены обязательные модули и дополнительные, которые студент мог бы выбирать в соответствии со своими предпочтениями, формируя таким образом индивидуальную траекторию обучения. Особую актуальность данный подход могут приобрести, если бы в своем выборе студент не был ограничен спектром обучающих продуктов какой-то одной из языковой кафедры своего вуза. Однако это потребовало бы пересмотра существующих механизмов межкафедрального взаимодействия. Спасибо за внимание. Меня слышно? Да-да-да, спасибо большое, Сергей Николаевич. Прекрасная мысль для проекта. Я надеюсь, что вам удастся все-таки, несмотря на все препятствия, его осуществить, потому что действительно очень здраво и интересно и современное. Спасибо вам большое. И мы после таких контекстов про политику и международные отношения переходим в плоскость бизнес-инноваций, которые находятся на службе у образования, и Ольга Федоровна Стрельникова представляет МГИМО и свой доклад. Hello. Thank you very much for this opportunity to speak at the conference. Большое спасибо. Я буду сейчас стараться вывести на экран свои слайды. Вы видите мои слайды? Меня зовут Ольга Стрельникова. Я хочу поговорить о бизнес-инновациях в образовании. И я здесь хочу опираться на картинки из интернета. Сегодня Pixar. Сегодня мы ищем новые пути повышения мотивации студентов, потому что все больше студентов страдают от переизбытка информацией, и в особенности при изучении иностранного языка мотивация имеет первостепенное значение. Студентам необходимо воспитывать в себе интерес и мотивацию для того, чтобы преуспеть в изучении иностранного языка, хотя инновации предполагают новые методы и идеи, их и так уже немало в образовании, преподавании иностранного языка. Может, в данном случае опираться на бизнес-инновации. Может быть, это не будет революционным преобразованием, но это поможет нам ориентироваться на потребности современных студентов. Для начала я хочу сказать о том, что блогеры и кинокомпании посылают свой материал так называемым превью или предварительным просмотром. Может быть, мы можем использовать этот подход в нашем образовании. и необходимо сразу овладеть вниманием и заинтересовать студентов в том, что они собираются изучать. В частности, можно задать вопросы, с кем выяснить, где студенты имеют пробелы, в чем. Также у бизнеса можно позаимствовать то, как привлекают внимание потребители, в частности, какие-то развлекательные моменты, например, применительно к образовательной атмосфере. Это хорошо известно, что в настоящее время студенты в основном уделяют внимание тому, что они должны сдавать не экзамене, а не общим знанием. Поэтому надо составлять таким образом тесты, чтобы студенты сами сразу же видели задание, а таким образом они не читают, а не читают сразу же текст. Задание перед текстом, типа прочитайте текст и будьте готовы обсуждать различные вопросы. Такое задание позволяет студентам иметь мотивацию, почему важно читать текст. И они могут найти соответствующую информацию в этом тексте, потому что если не писать сразу такого задания, они не увидят связи, и потом должны прочитать и находить связь в интернете. В некоторых деловых ситуациях предприятия или корпорации находят способы привлекать своих новых клиентов. Вы видите на экране специальную службу, здесь приглашение на работу, элегантно разработанное, которое приглашает кандидатов написать свою информацию, добавить информацию о своем опыте. Как можно использовать данную информацию? Я думаю, что эти навыки будут полезны студентам после навыков и дают им возможность не только совершенствовать знания, но и учиться определенным навыкам. Они умеют написать мотивационное письмо или написать определенное письмо о своих возможностях и описывать свои возможности с тем, чтобы убедить возможных предпринимателей, возможных работодателей, что их навыки будут очень полезными. Эти навыки помогают студентам в будущем работать успешно и также предоставляют дополнительные мотивы для обучения. Еще полезный подход – это специально разработанная программа для студентов. В настоящий момент компании часто прибегают к такому навыку, то есть специально подготовленная продукция для конкретного покупателя. Допустим, то же самое возможно для компаний. Для компаний разрабатываются специальные возможности для конкретных клиентов. Таким образом, покупатель чувствует, клиент чувствует, что эта продукция произведена только для него. Как можно использовать такой метод в образовании? Можно разработать такие учебники, которые подстроены под запросы студента. Не только направлены на то, чтобы расширять запасы и словарь студента, но необходимо разрабатывать подобный учебник для того, чтобы студент мог выбрать из определенных уроков то, что больше интересует его. Это как конструктор лего, когда используются конкретные кубики, и они создают конкретную структуру. То есть сам студент выбирает эти кубики, создает свою структуру. То, что предлагается в теме, в учебнике должно соответствовать программе курса. так сказать, что есть разные подходы к выработке данного навыка. Допустим, тема по семье может предлагать различные задания типа семьи в России и так далее. Такой специально разработанный проект может быть интересен для студентам, которые могут понимать, каким образом улучшаются свои навыки. Итак, суммируя, я хочу сказать, что это те практики, которые используются в деловой практике и которые могут использоваться в преподавании иностранных языков, использовать словарь и грамматику не как цель, а как средство и обучение студентов по индивидуальному проекту. Спасибо. Если вы написали мне, вот здесь указаны источники, которыми я пользуюсь. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить всех за участие в нашей сегодняшней сессии. Прозвучало очень много интересных идей, наблюдений, исследований. Мы благодарим вас всех за участие, за интерес проявленный к нашей конференции, к нашей секции. К сожалению, и благодарим, конечно же, переводчиков, которые работали вместе с нами. Но мы, к сожалению, должны сейчас заканчивать. Время наше истекло. Сейчас будет небольшой перерыв, 15 минут. И затем уже вы сможете присоединиться к круглым столам и другим дискуссиям, которые будут проходить по расписанию нашей программы. Спасибо всем большое. Всех очень рады видеть. И надеемся, что мы не теряемся и все стараемся контактировать друг с другом и поддерживать спять. Спасибо. Спасибо всем за участие. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.